Все в порядке, давайте начнем. Позвольте представить вам наших соведущих, Бобби Кеннеди-младшего и Илона. Я начну с того, что представлю вам Роберта Форма Кеннеди-младшего. Я думаю, все уже знают, что он племянник президента Джона Ф. Кеннеди. Он сын сенатора и генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди, который был убит после победы на праймерис в Калифорнии на президентских выборах 1968 года. До прихода в президентскую политику РВК, младший был юристом-экологом и активистом во многих областях. Больше всего он прославился очисткой реки Гудзон. Он также открыто выступал за права коренных народов и гражданские свободы. Он также является основателем Организации защиты здоровья детей. Некоммерческая организация, которая защищает детей от воздействия токсичных химических веществ, фармацевтических препаратов и загрязнения окружающей среды. В связи с этим, Бобби и Илон, я думаю, что мы все очень рады услышать, что скажут ребята из ВИГУ. Илон, мне было очень приятно познакомиться с вами. И большое вам спасибо за то, что приняли нас у себя. Всегда пожалуйста. Я думаю, что это прекрасная возможность для общественности услышать непосредственно от вас. И я действительно с нетерпением жду того, что вы скажете. Я также просто хочу поблагодарить вас за ваше лидерство в преодолении цензуры. На самом деле я хочу сказать одну вещь. Твиттер всегда был своего рода последним прибежищем для тех из нас, кто пытается говорить о проблемах, отличающихся от официальной ортодоксии, которые подвергались цензуре в интернете. И первая реальная попытка ввести цензуру, произошла в феврале 2019 года, когда Адам Шиф отправил письмо всем руководителям всех сайтов социальных сетей, таких как Google, Facebook, NowMeta, Instagram, YouTube, Pintest и других. С требованием начать цензурировать информацию о вакцинах, которые нет, это не соответствовало официальной версии. И единственное место, единственная группа, которая сопротивлялась Шифу в то время, была перед Комитетом по разведке. Так что это было своего рода первым показателем того, что разведывательный аппарат проявлял интерес к общественному здравоохранению. И единственным сайтом социальных сетей, который противостоял этим проклятиям, был Твиттер. Когда Джек руководил этим делом, и он по какой-то причине смог сказать им нет, в то время как остальные этого не сделали. Так что я очень счастлив. И ваше появление в Твиттер, Илон, стало, я думаю, глотком свежего воздуха для нашей страны. Вы каким-то образом поняли, что несмотря на то, что вы из Южной Африки, вы каким-то образом поняли традицию свободного выражения мнений. И насколько это важно для американской демократии. Так что я вам очень благодарен. Всегда пожалуйста. Да, я считаю, что наличие сильной демократии абсолютно необходимо. У нас должна быть свобода слова. В отсутствие этого демократия просто невозможно. Действуйте. Да, это свобода слова. А свободный поток информации — это вода, это солнечный свет, это удобрение, это почва демократии. Без этого демократия увядает и умирает. В истории никогда не было такого момента, когда мы оглядывались бы назад и говорили, что люди, которые подвергают цензуре свободу слова вместе с хорошими парнями, всегда являются плохими парнями. А не всегда, это всегда первый шаг к тоталитаризму. Но также вы знаете, разработчики Конституции понимали, что тоталитарные системы имеют огромное преимущество перед демократическими, потому что они более эффективны. Демократия — это неряшливость, она медлительна, она продвигается вперед на два шага, а затем отступает на один шаг. Это результат долгих дебатов, и какой из них является медленным и трудоемким. И единственное преимущество, большое преимущество, которое мы имеем перед тоталитарными системами, заключается в том, что идеи, которые перерастают в политику, сначала обжигаются в горниле дебатов. И лучшие идеи затем торжествуют на этом рынке идей, чего не бывает в тоталитарной системе. И это одна из причин, по которой разработчики нашей Конституции понимали, что мы сможем превзойти конкурирующие тоталитарные системы и пережить их благодаря этой динамике. Это приводило к выработке политики путем дебатов, обсуждений и бесед, а не под диктовку. Совершенно верно. Я полностью с вами согласен. Суть демократии и свободы слова в том, что это все равно, что стирать белье на публике. Да, вы видите то, что должны видеть. Знаете, есть грязное белье, но, по крайней мере, вы его видите. Оно не спрятано. И очень важно провести эту дискуссию, даже если вы категорически не согласны с одной из сторон дискуссии. Если вы не допускаете таких дебатов, то я думаю, людям, выступающим за цензуру, действительно нужно понять, что если только люди, которые вам не нравятся, не могут говорить вещи, которые вам не нравятся. Тебе это не нравится, это не свобода слова. И если вы начнете подвергать цензуре, то это только вопрос времени, когда эта цензура будет направлена против вас. Я имею в виду, что первая поправка была написана не для легкой речи, приятной речи и привлекательных людей. Она была написана для трудных времен и для защиты высказываний, которые никто не хочет, чтобы вы произносили. И я помню, как в 1977 году нацисты хотели пройти маршем по скоке, штат Иллинойс, который был еврейским районом. И либералы этой страны, Аклу, выступили в поддержку этого права, даже несмотря на то, что они были потрясены и испытывали отвращение к тому, что говорили и делали нацисты. Все согласились с тем, что мы должны быть готовы умереть за их право на это. И именно в этом заключается вся основа демократии, в том, что мы позволяем людям говорить. И вы знаете, что одна из причин, побудивших меня баллотироваться на пост президента, это то, о чем вы говорили, конец прозрачности в нашей стране. В правительстве сейчас происходит так много всего, что делается скрытно, где процесс принятия решений непрозрачен, где есть люди, которые принимают решения и которые не обязательно являются избранными должностными лицами, от которых общественность отгородилась забором. И так много американцев сегодня чувствуют, что обещание демократии было приманкой и подменой. И что мы больше не живем в демократической системе, где мы на самом деле являемся хозяевами наших собственных судеб, суверенными решающими нашу собственную судьбу. Что люди, над которыми мы не властны, что деньги и интересы таковы, что крупные корпорации взяли на себя такого рода слияние государственной и корпоративной власти, которое произошло в Вашингтоне, округ Колумбия и столицах Штатов. Это не только превратило наши регулирующие органы в хищников, выступающих против американского народа. Предполагается, что они должны быть нашими защитниками, но и привело к тому, что все решения, реальные решения принимаются американской общественностью. И вот вы знаете, вы видите так много людей, сегодня я нахожусь в сельской местности Пенсильвании, и меня окружают люди, которые испытывают отчаяние по поводу нашей страны, которые разочарованы, которые борются с бедностью по причинам, которые они не понимают, но они чувствуют, что больше не являются хозяевами своей жизни. Это их собственная судьба. И я думаю, что многое из этого происходит потому, что это правда. Наше правительство превратилось в инструмент корпоративной власти, и это ни о чем не говорит. И из-за этого оно вынуждено лгать нам. Вы знаете, вы не можете позволить себе быть прозрачным, потому что они на самом деле рассказали нам, чем оно занималось и почему принимало определенные решения. Люди бы с этим не смирились. Поэтому все должно быть окутано страхом и обманом. И я думаю, вы знаете, что американцы, даже если они этого не понимают, понимают, что с ними происходит что-то очень неправильное. Совершенно верно. На самом деле я нахожу действительно странным и сильно отличающимся от прошлого то, что в сговоре находятся не только крупные корпорации и правительства, что на самом деле имело место в течение некоторого времени. Я думаю, что именно Эйзенхауэр предупредил нас, например, о военно-промышленном комплексе. Именно он действительно знал об этом. Но мне трудно простить то, что наследие традиционных средств массовой информации также почти полностью, за некоторыми исключениями, работает в ногу со временем. С правительством и корпоративной Америкой. И это действительно их обязанность задавать вопросы правительству, а не соглашаться с ним и быть его рупором в Соединенных Штатах. Это безумие. Я имею в виду, что функция средств массовой информации, традиционно выступающих в качестве блюстителей первой поправки, заключается в том, что они должны говорить правду власти. А вместо этого они превратились в средства пропаганды для сильных мира сего, для военно-промышленного комплекса, для фармацевтических компаний и для других крупных корпораций. Одним из механизмов, с помощью которого происходит этот захват средств массовой информации, является реклама, особенно в фармацевтической сфере. В 1997 году мы изменили закон в этой стране. Мы всегда запрещали использовать средства массовой информации для продажи фармацевтической продукции. Не было прямой рекламы фармацевтической продукции для потребителей. Это было противозаконно. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изменило этот закон в 1997 году. И это вызвало цунами фармацевтических долларов в рекламном пространстве и дало фармацевтическим компаниям контроль не только над платформой для рекламы своей продукции, но и над контентом. В вечерних новостях. У меня была странная встреча с Роджером Эйлсом, Роджером Эйлсом, основателем Fox News. И у меня с ним были очень странные отношения, потому что я провел с ним три месяца в палатке в Восточной Африке, когда мне было 19 лет. И даже если это было до того, как он начал работать в Fox News, как только он начал работать в Fox News, он стал для меня чем-то вроде фигуры Дарта Вейдера. Несмотря на тот факт, что все, что он делал для нашей страны, было анестезией для того, во что я верил. И я сохранил с ним эту очень нежную личную дружбу, и он позволил бы мне участвовать в его канале. И он потребовал бы, чтобы его ведущие, такие как Хеннити, Нил Кавута и Билл О'Рейли, включили меня в программу, чтобы поговорить об экологических проблемах. В те годы я был единственным защитником окружающей среды, который регулярно выступал в программе Fox News. В 2016 году я снял документальный фильм о ртути и вакцинах и показал его ему, и он был очень заинтересован. У него был член семьи, который, по его мнению, пострадал от вакцины. И он сказал, к сожалению, я не могу вам в этом помочь. Он сказал, что любой из его ведущих, который позволил бы мне говорить об этом на телевидении, был бы вынужден уволить их. И он сказал, что часть его доходов от рекламы в вечерних новостных передачах на тот момент поступала от фармацевтической компании. Он сказал мне, что в среднем в вечернем выпуске новостей появляется 22 рекламных объявления. И 17-18 из них, как правило, являются рекламой фармацевтических препаратов. И еще он сказал, что если кто-нибудь из его ведущих пустит меня на свое шоу, не посоветовавшись с ним, он будет вынужден уволить их. А если он этого не сделает, то ему позвонит Руперт и сообщит, что он сказал Руперту в течение 10 минут. И, конечно же, он имел в виду Руперта Мердока, который является владельцем Fox News. И это как бы дало мне понять, почему никто на телевидении не хотел говорить об этих вещах. Потому что, как я уже сказал, фармацевтическая промышленность не только диктует свои условия, но и использует эти шоу как платформу для рекламы своего продукта. Но в мире есть только две страны, которые позволяют направлять рекламу непосредственно потребителю. Один из них — Новая Зеландия, другой — Соединенные Штаты. И в результате этого мы принимаем в три раза больше фармацевтических препаратов, чем любая другая западная страна. У нас самые тяжелые последствия для здоровья. Мы платим за здравоохранение больше, чем любая другая страна. И я думаю, что мы занимаем 79-е место в мире. Мы покупаем, я думаю, Монголию, Кубу и Коста-Рику, и наши результаты в области здравоохранения и фармацевтические препараты. В настоящее время являются третьей по значимости причиной смерти в нашей стране после рака и болезни сердца. И это касается не только фармацевтических компаний. На днях я смотрел передачу «Доброе утро, Америка», и там была реклама, по-моему, это была реклама General Dynamics на канале «Доброе утро, Америка». Среди зрителей передачи «Доброе утро, Америка» нет никого, кто покупал бы беспилотные летательные аппараты убийцы. Так почему же General Dynamics размещает рекламу на канале «Доброе утро, Америка»? Ну, конечно же, они размещают эту рекламу, потому что хотят диктовать содержание. Они хотят иметь возможность редакторского контроля над тем, в рамках какого окна Овертона разрешено публиковать «Доброе утро, Америка», в рамках которого разрешается обсуждать «Доброе утро, Америка». Таким образом, они хотят убедиться, что мы, что американцы с энтузиазмом относятся к нашим войнам и, знаете, к нашей агрессивной национальной политике, чтобы они могли продолжать продавать оружие. И, к сожалению, именно эти силы диктуют многое из того, что касается повествования, официального повествования, которое мы слышим по сетевому телевидению и по корпоративному телевидению, принадлежащему корпорациям. Да, да. На самом деле, вы знаете, Твиттер столкнулся с огромным давлением со стороны рекламодателей, а также, по крайней мере, на Западе, с рекламным бойкотом со стороны многих компаний. Я хотел бы поблагодарить те компании, которые остались с нами, такие как Apple, Disney и многие другие. Но в Северной Америке и Европе примерно половина нашей рекламы исчезла за одну ночь просто потому, что мы настаиваем на свободе слова. Итак, о чем вы говорите, я думаю, что Репаблик не осознает масштабов давления, экстремального финансового давления, которое оказывается на организации рекламодателями, чтобы они придерживались этой линии. И я думаю, что это фундаментальная коррупция демократии, и общественность должна быть абсолютно возмущена этим. И кто-то должен с этим что-то сделать. Это безумие, что они буквально пытаются обанкротить Твиттер. Ну, вы знаете, мне было действительно любопытно узнать о вашем решении опубликовать файлы Твиттер, потому что я имею в виду, если бы я был вашим адвокатом. Вы знаете, а я бы им не был, потому что я не корпоративный юрист, но я не могу себе представить, чтобы какой-либо адвокат для Твиттер сказал вам, что это была хорошая идея. Знаете, было время, когда мы подавали в суд на компании, занимающиеся социальными сетями, за цензуру. И когда мы услышали, что вы завладели Твиттер, наши адвокаты пришли к нам и сказали, знаете, Илон Маск, кажется, очень сочувствует свободе слова. Может быть, нам следует сказать ему, что мы собираемся подать на них в суд, но что мы откажемся от Твиттер, если он опубликует эту информацию. Ну, вы знаете записи его переписки с Белым домом. Потому что для людей, которые этого не понимают, такие компании, как Твиттер, рассматриваются по сути как издательские платформы. И если вы издатель, вы можете печатать все, что хотите, и можете отказаться печатать все, что хотите. Правительство не контролирует это ни у кого другого. Если вы из Нью-Йорк Таймс, у вас есть абсолютное право не печатать редакционную статью Роберта Кеннеди. Нет, это не является цензурой. Цензура — это когда правительство приказывает вам это делать. Итак, Твиттер, таким образом мы не могли подать в суд на Инстаграм за то, что он удалил меня из платформы. Но если мы сможем доказать, что правительство оказало давление на Марка Цукерберга, чтобы он удалил меня из платформы Инстаграм, тогда будет нарушена первая поправка. И это станет незаконным в соответствии с американским законодательством. У нас были такие доказательства для некоторых компаний, но на самом деле это было прямо на грани того, захотят ли судьи, принимая это или нет. И в то время для нас была бы очень ценная информация, которая была опубликована в файлах Твиттер, но тогда я сказал своим адвокатам, что не думаю, что Илон стал бы это делать. Потому что его адвокаты скажут ему, что это было бы безумием, потому что это подвергло бы Твиттер судебному разбирательству и риску ответственности. И я был так удивлен и обрадован, когда вы сделали это самостоятельно. И вы знаете, очевидно, что вас изображали как человека, который придерживается каких-то зловещих планов. Но вы делаете шаг за шагом то, что не отвечает вашим личным интересам и явно направлено на защиту свободы слова, и знаете ли исходит из какого-то более глубокого места, чем это. Это личный финансовый интерес. Это для вас. И я просто хочу сказать вам, как сильно я восхищаюсь вами за это, Илон, и как я благодарен вам от имени моей страны. Вы приехали бы сюда из другой страны и стали бы ключевым инструментом спасения американской демократии и свободы слова. В то время, знаете ли, когда многие люди отвернулись от нашей Конституции. Да, это определенно было чрезвычайно трудно. Если бы мы в Твиттер просто перешли черту и сделали все, что рекламодатели и особенно различные некоммерческие организации, которые оказывают давление на рекламодателей, и все такое движение Геддей, которое в некотором роде оказывает гораздо большее влияние на действия корпораций и людей, поймите. Я имею в виду, что если бы мы просто буксировали линию, как все остальные, у нас была бы разница в миллиарды долларов в год. По сути, наш доход сократился вдвое из-за того, что мы не отбуксировали трос. Так что масштабы этого просто невероятны. И, честно говоря, Твиттер с трудом выходит на безубыточность. И мы надеемся выйти на безубыточность, но пока еще не достигли этого. Но мне все равно, сколько это будет стоить и чего для этого потребуется. Если мы потеряем свободу слова, потеряем демократию, Америка останется в дураках. Америка останется в дураках. Я не знаю, что произойдет с миром, но это не к добру. Я имею в виду, я хотел бы услышать какие-либо подробности о том, говорили ли вы с адвокатами перед публикацией файлов Твиттер. Говорили ли вы с кем-нибудь еще, кто сказал вам, что вы должно быть не в своем уме, если делаете это? О да, абсолютно верно. Все я имею в виду, каждый юрист советовал не делать этого и говорил, что это безумие. Это привело бы к огромным неприятностям. На меня подали бы в суд, и это привело бы к масштабной катастрофе. Мне да, мне все равно. Мне типа все равно. Так что я имею в виду, я просто, знаете, людям легко воспринимать это как должное, такая система существует у нас здесь, в Соединенных Штатах. Но на самом деле ее больше нигде не существует. Вы же знаете, что такого нет даже в Канаде. Я наполовину канадец. А у вас в Канаде нет таких прав на свободу слова, как в Соединенных Штатах. Вы знаете, возможно, новое правительство Канады в какой-то момент ведет эти права в действие, потому что это невероятно важно. Но знаете, я думаю, что если мы не будем защищать свободу слова любой ценой, у нас не будет функционирующей демократии. Если у нас не будет функционирующей демократии, все остальное не имеет значения. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Что такого есть в вашем прошлом, что, по вашему мнению, дало вам такие твердые убеждения? Что вы были бы готовы принять этот огромный, массированный, невыразимый экономический удар от имени, это принцип для страны, в которой ты даже не родился. Ну что же, я должен сказать, что я действительно считаю себя американцем, так что... Но как вы думаете, что было в вашем прошлом, в вашем детстве или где-то еще? Были ли какие-то события? Было ли что-то такое, что, ну вы знаете, было ли это уроком гражданского права? Это был профессор? Не так ли? Ну что же, я люблю изучать историю, историю цивилизаций, историю всех видов. И хотя, конечно, Соединенные Штаты совершали ошибки, и они не идеальны, иногда они совершали неправильные поступки. Я твердо убежден, что Соединенные Штаты были величайшей силой благотворительности в мировой истории. И это, опять-таки, не оправдание ошибок или плохих поступков. И тем не менее, я думаю, что доказательства того, что Соединенные Штаты являются доброжелательной силой в мире, неопровержимы. Вы смотрите на такие вещи, как, например, план Маршалла после Второй мировой войны. Вы знаете, что в конце Второй мировой войны Соединенные Штаты обладали подавляющим военные прожекторы, у них была ядерная бомба. Соединенные Штаты могли бы захватить власть над миром. Они могли бы приобрести любые страны, какие захотели бы. И все же они не сделали ничего из этого. На самом деле, они давали деньги странам, которые вели боевые действия. Я не уверен, случалось ли такое когда-либо в истории. Это помогло перестроить город. Соединенные Штаты помогли восстановить Германию и Японию, помогли восстановить Японию даже после таких событий, как Перл-Харбор. Я имею в виду, что это действительно так. Возможно, такое уже случалось раньше. Я не в курсе этого. И вот, вы знаете, я очень поддерживаю Америку. Но опять же, это не значит, что мы не можем сделать лучше или, знаете, нам нужно сделать. Мы действительно хотим сделать лучше. Мы хотим сохранить это в силе. Но в любом случае так, что я большой поклонник этого. И я также хочу отметить, что у меня нет никаких домов за пределами Соединенных Штатов. У меня нет никакого другого паспорта, и я буду жить и умру здесь. Что же, это очень трогательно и достойно восхищения. И спасибо вам за то, что вы знаете. Спасибо вам за вашу службу и преданность нашей стране, Илон. И я, вы знаете, я наблюдал за вами и наблюдал за тем, как пресса неправильно характеризовала вас, люди из моей партии, демократической партии. Как человека, который представлял угрозу демократии, когда все, что вы делали, указывало на то, что вы просто невероятная целеустремленность. Вы знаете, что во время революции мы потеряли от 25 до 70 человек, которые погибли, чтобы дать нам нашу конституцию. И эти люди также рискуют своими средствами к существованию. Они рискуют своей собственностью. Они ставят на карту свое финансовое положение и социальный статус. И таким образом, вы знаете из-за принципов, и знаете, я наблюдал, как вы делаете то же самое. И вы были таким примером для других американцев, как мы должны себя вести, даже если это стоит нам больших денег. И даже если кажется, что риск того не стоит, личный риск того не стоит. Вы сделали это, и вы сделали это без какой-либо выгоды для своей репутации. Вас за это поносили. Так что я, знаете ли, хочу поблагодарить вас, Сара. Я действительно хочу задать вам вопрос о том, потому что я, знаете ли, действительно начал восхищаться вами, когда увидел интервью, которое вы дали много лет назад, где вы сказали, что мы должны быть в ужасе, что касается искусственного интеллекта, о котором вы говорили. Я думаю, что процитирую вас вот что. Вы сказали, что во-первых, он отнимет у нас работу, а затем убьет нас. И вот вы знаете, мне показалось, что это было по-настоящему честно по отношению ко мне со стороны человека, который находится в центре технологической индустрии. И даже, знаете ли, работает над каким-то материалом. А потом я понял, что вы делаете. И мне кажется, что это технология, которая потенциально может стать действительно ужасающе бесполезной и нанести ущерб демократии и свободам человека, если она будет развиваться в неправильном направлении. Итак, что вы думаете по этому поводу? Ньюролинк, во-первых, важно понимать длину нейронов. Для тех, кто не знает об этом, важно понимать, что Ньюролинк разработан для создания интерфейсов между мозгом и компьютером, позволяющих осуществлять прямую связь с мозгом. Нейронная связь будет развиваться очень медленно, потому что каждый раз, когда вам имплантируют устройство человеку, я думаю, что требования в «да» чрезвычайно сложны для корректного выполнения. Вам нужно преодолеть множество препятствий, чтобы это заработало. Первые приложения, о которых мы говорим, просто позволяют человеку, страдающему параличом нижних конечностей или потерявшему связь между мозгом и телом, общаться. Скажите, если бы Стивен Хокинг мог общаться так же хорошо, как человек с полностью функциональным телом, это было бы правдоподобно? Таким образом, в течение многих лет приложение будет просто обеспечивать функциональность, которую люди потеряли из-за травм позвоночника или головного мозга. В долгосрочной перспективе, я думаю, у него есть, надеюсь, некоторый шанс снизить экзистенциальный риск искусственного интеллекта, обеспечив более тесный симбиоз ИИ-людей. И я, безусловно, согласен с тем, что это не лишено риска. И вы знаете, что нам нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Расскажите, как это делается. Но я просто хочу подчеркнуть, что это не произойдет внезапно. Это будет происходить очень медленно. И, по крайней мере, глядя на развитие искусственного интеллекта. Я думаю, что у нас, вероятно, будет цифровой суперинтеллект до того, как новые каналы связи станут достаточно продвинутыми, чтобы обеспечить связь с высокой пропускной способностью между устройствами вашего типа. Кортекс и искусственный интеллект — продолжение вас самих. Но, без сомнения, нам нужно быть предельно осторожными, и мы будем предельно осторожны, и это будет происходить медленно. Так что вы определенно увидите, как это произойдет, и у людей появится возможность возражать и высказывать опасения и проблемы. И с Neuralink мы также стараемся быть предельно открытыми, и вы знаете так, что здесь нет ничего скрытого. И, как я уже сказал, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ДАА широко заказало этот продукт. Итак, что касается искусственного интеллекта или богатства, то, похоже, существуют уровни искусственного интеллекта, которые не опасны. Я не думаю, что ваши самоуправляемые автомобили действительно опасны, или вы знаете более правильный порядок вещей опасен. Но это когда у вас есть какой-то глубокий интеллект, который является намного умнее самого умного человека, вот тут-то все и может стать опасным. Так вот, я не хочу заходить слишком далеко в эту кроличью нору, потому что она очень большая. Но дело не в том, что я считаю, что цифровой сверхразум или искусственный интеллект — это определенно плохо. Я просто думаю, что так оно и есть, это очень мощная технология, и что, безусловно, существует риск того, что она может оказаться плохой и действовать вопреки интересам человечества, и что мы должны осознавать этот риск. И нам просто нужно быть очень осторожными, скрупулезными и сделать все возможное, чтобы это принесло пользу, а не вред. Да, да. Я имею в виду я, вы знаете, если я действительно попаду в Белый дом, я думаю, что это одна из вещей, которые мне нужно сделать. Уделите много внимания тому, как мы это регулируем, и как мы привлекаем людей, которые это разрабатывают, и знаете сразу же со всего мира, чтобы найти способ это регулировать. Ну, вы понимаете, чтобы это не привело к тому, что мы все погибнем, или обратимся в рабство, или еще к чему-нибудь, что черт возьми произойдет. Но даже вы знаете, даже автомобили с автономным управлением. Я думаю, что примерно 40% рабочих мест в Америке приходится на «работают водителями или связаны с вождением автомобиля». И если вы избавитесь от этих рабочих мест, таких как даже работа в ЮБА, которые являются начальным уровнем, которые мы могли бы это сделать в следующем десятилетии или нет. Я имею в виду, что вам будет действительно сложно разобраться в этом. Понимаете, что, что со всем этим делать? И я использую очень плохую характеристику, но вы знаете, что это лишние люди, потому что именно так будут чувствовать себя многие люди. Да, так что я действительно думаю, что у водителей ЮБА или водителей в целом есть возможность управлять и заботиться о куче людей, которые водят машины почти как пастух, пасущий свое стадо. И поэтому я думаю, что в конечном итоге ничего хорошего из этого не выйдет, если вместо того, чтобы водить одну машину, вы могли бы управлять чем-то вроде автопарка из десяти автомобилей. И я думаю, что это хорошо. Я не просто говорю, что это не приведет к сбоям в работе или смене места работы. Я просто хочу сказать, что самостоятельное вождение — это я не думаю, что это представляет экзистенциальный риск для цивилизации. И так далее, так что, на мой взгляд, это принесет значительную чистую выгоду. Но я действительно считаю, что нас следует критиковать, нам следует задавать эти вопросы. И я имею в виду, что в целом я стремлюсь предпринять ряд действий, которые максимально увеличат вероятность того, что будущее будет благоприятным для человечества. Это не значит, что я не совершаю ошибок. Я говорю, что совершаю, но, по крайней мере, таково мое намерение. И как я уже сказал, я думаю, что критика — это хорошо. Хорошо, когда тебя спрашивают. Хорошо, когда тебя подталкивают к решению этих вопросов. И для компании очень важно быть настолько открытыми, насколько это возможно. На самом деле, я думаю, что это действительно интересная тема для людей, но я думаю, что многие люди хотели бы услышать о вашей президентской гонке. Ну что же, я бы с удовольствием поговорил об этом. У нас есть какие-нибудь вопросы? У нас есть куча вопросов, на которые мы могли бы ответить. У нас есть несколько человек, которых мы можем привлечь, а затем мы можем привлечь и других. Итак, Тулси Габбард здесь. Приношу свои извинения. Майкл Шелленбергер здесь. Амит здесь. Прежде чем мы оставим тему цензуры, знаешь, Бобби, ты упомянул одну вещь, которую очень быстро просмотрел. Это то, что тебя только что восстановили в твоем аккаунте в Инстаграм. И что ты был заблокирован на два года. Я полагаю, что они должны восстановить вас в должности, потому что существует закон, требующий этого, когда кто-то баллотируется на пост президента. Так что, очевидно, единственный способ добиться свободы слова в этой стране — это. Но самое безумное заключается в том, что у людей, участвовавших в вашей компании, были заморожены счета. По-видимому, все, кто зарегистрировался в домене электронной почты Тим Кеннеди, были заморожены. Я думаю, их только что восстановили в должности. Так что, думаю, я просто хочу услышать об этом. А затем, в продолжение того, что сказал Илона сильным давлением, которому подвергается Твиттер из-за рекламных бойкотов. Я хочу привлечь Шоленбергера, который был одним из ключевых авторов файлов Твиттер и проделал большую работу над ними. То, что он называет промышленным комплексом цензуры. Так что было бы здорово услышать от него о том, как все это организовано, потому что я не думаю, что люди понимают, что эта тактика давления очень хорошо организована. Так что я думаю, Бобби для вас первый, давайте пригласим Шелби. Да. Итак, я был из Инстаграм, я думаю, что летом, может быть или весной 2020-2021 года, меня выселили. И у меня было, у меня было, у меня было в то время, в тот день, когда я был осужден, меня выселили. У меня было около 770 человек. Но у меня было до 900, и они сократили их обратно. Всякий раз, когда я набирал 900 подписчиков, они сокращали их количество до 800 или 700. Так что я все время терял подписчиков. И они сказали, что это потому, что я продвигал дезинформацию. Но термин дезинформация не имел к этому никакого отношения, как мы теперь знаем, из файлов Твиттер и из электронных писем, которые мы получили от Фейсбук. Вы знаете, что в то время мы были в Фейсбук, мы поняли, что это не имело никакого отношения к фактической точности или неточности. Это был просто эвфемизм для обозначения любого заявления, которое отклонялось от ортодоксальных взглядов правительства. И правительственные заявления были бы квалифицированы как дезинформация. И в моей ленте в Твиттере нет ничего, что было бы фактически неточным. Все, что мы там разместили, что я там разместил, было процитировано и взято из рецензируемых публикаций или правительственных баз данных. Там нет ничего, на что кто-либо когда-либо мог бы указать, включая Фейсбук. Когда я подал апелляцию, я попытался подать апелляцию. И мы подготовили длинную служебную записку, в которой говорилось, что я никогда не допускал ни одной фактической ошибки в этом, ну вы знаете, в моем посте. Но они тогда не позволили мне подать апелляцию. У них должна была быть система обжалования, но они не позволили мне войти в эту систему. И я уверен, что победил бы, потому что люди, которых они действительно выбрали в качестве судей, были действительно хорошей группой людей. Это были профессора права, в основном из университетов по всему миру. И многие из них были людьми, с которыми я был знаком. И как вы знаете, в то время я был профессором права. И я уверен, что они бы выслушали меня беспристрастно. Значит, они не допустили меня даже к процессу подачи апелляции. И потом, как вы заметили в лаборатории, с тех пор, как я выдвинул свою кандидатуру на пост президента, сейчас в нашей компании работает около 50 человек. И у каждого из этих людей есть аккаунт в Инстаграм, на котором написано, например, «Моя невестка Амарила сказала, что команда». И они хотели использовать этот аккаунт в своем Твиттере, в своих аккаунтах в Инстаграм. И Инстаграм отправлял им сообщение, когда они пытались зарегистрироваться. Инстаграм отправлял им сообщение о том, что вы были приостановлены на 180 дней, и поэтому ни один из них не был допущен к участию. И, конечно же, это незаконно в соответствии с разделом 14 Кодекса федеральных законов, который регулирует речь. Он защищает свободу слова во время президентских и других федеральных избирательных кампаний. И так далее, но я думаю, что мета, и я не хочу, вы знаете, я не хочу указывать пальцем на мета прямо сейчас, потому что я думаю, что пришло время для исцеления в этой стране. И я счастлив, что меня восстановили в должности, и они вернули мне все мои старые посты, и они вернули мне всех моих старых подписчиков, о существовании которых я даже не знал. Так что я очень доволен этим. И люди, с которыми мы работали, в последнее время, знаете ли, проявили большую готовность к сотрудничеству. И теперь они разрешают нашим сотрудникам регистрироваться. И я думаю, что, знаете ли, не у всех хватило предусмотрительности Илона Маска и Джека Дорси сказать, хорошо, это было действительно так. Это неправильно, и мы не собираемся мириться с этим, даже если это обойдется в миллиарды долларов. Многие американцы жили в страхе и делали то, что, по их мнению, было правильным в то время. И я думаю, что пришло время нам сосредоточиться на исцелении и преодолении разрыва. Так что я не хочу этого делать. Я хочу по-настоящему поблагодарить Мету за то, что она восстановила меня в должности. И я надеюсь, что это будет началом. О, мы кое-чему научились из этого процесса, и мы можем двигаться вперед и сделать так, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось в Штатах Америки. Майкл, не хотите ли вы присоединиться к нам? Возможно, сейчас самое подходящее время поговорить о том, чему вы научились. Как бы то ни было, я так не думаю. Да, это звучит здорово. Не могли бы вы. Да, я имею в виду, как бы то ни было, я не думаю, что компания Мета как компания хочет подвергать людей цензуре. Я просто думаю, что они находятся под невероятным давлением и не выдержали этого давления. Но, Майкл, не могли бы вы рассказать об этом и о том, что вы обнаружили? Я думаю, мы потеряли их, не так ли? Здравствуйте. Майкл, у нас есть для вас второе место. Ну что же. Конечно. Я был бы рад это сделать. Дэвид, ты меня хорошо слышишь? Да. Да, мы можем это сделать. Мы их не слышим. Хорошо. Ну что же, большое спасибо, что пригласили меня, ребята. И, мистер Кеннеди, для меня большая честь услышать ваше выступление. Мы не во всем согласны друг с другом, но вы правы. Ой, извините, ребята. Вы меня хорошо слышите? Мы могли бы это сделать. Вы меня сейчас слышите? Отлично. Ну что же, первый. Большое вам спасибо, мистер Кеннеди. Я действительно ценю ваши резкие замечания. Ребята, вы меня сейчас слышите? Да, мы вас слышим, но больше не слышим. Вы сами отключили звук. Хорошо, мы великолепный способ. Мы вернемся к вам. Вот вы где. Дэвид, теперь вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Отлично. Отлично. Ну что же, первый. Большое спасибо, мистер Кеннеди. Конечно, для меня большая честь и удовольствие слышать, как вы так красноречиво выступаете. Это просто для того, чтобы подчеркнуть, что Твиттер находится под контролем правительства, а Твиттер — это понятная платформа, прозрачная в отношении требований цензуры. Мне интересно, поддержите ли вы призыв многих из нас к тому, чтобы как правительственные чиновники, так и платформы социальных сетей предъявляли обязательные требования к «будьте прозрачны» в отношении принимаемых ими решений о цензуре, потому что большая часть проблем возникает, когда цензура проводится за закрытыми дверями и нет возможности подать апелляцию. С другой стороны, правительству очень сложно регулировать деятельность компаний, работающих в социальных сетях, поскольку это нарушило бы первую поправку. Итак, мне любопытно, задумывались ли вы и необходимости требовать прозрачности от всех заинтересованных сторон, будь то правительство, компаний социальных сетей или даже рекламодатели, которые требуют, чтобы определенный контент подвергался цензуре по их указанию. Да, и на самом деле, Майкл, я думаю, что это действительно хорошее решение. И если меня изберут, я собираюсь созвать руководителей всех компаний, занимающихся социальными сетями, в овальный кабинет, провести конференцию и не уходить, пока мы не придумаем, как заставить это работать, и приведите это в соответствие с принципами демократии. И я думаю, что вы правы. И я думаю, что Дэвид Сакс был прав, когда сказал, что эти компании не хотят подвергаться цензуре. Честно говоря, они подвергаются огромному давлению со стороны своих рекламодателей и очень влиятельных государственных структур, вынуждающих их участвовать в цензуре. И мы даже не имеем представления о всех различных формах давления, к которым они прибегают, потому что у правительства, конечно же, есть крупные контракты с этими компаниями, которые имеют жизненно важное значение. И вы знаете, у нас просто все это непрозрачно. И я думаю, что компании, если они будут функционировать в большей степени как обычные перевозчики, и я не говорю о том, чтобы быть объявленными обычными перевозчиками, что является своего рода окончательной санкцией, если они продолжат, ну, знаете, подвергать цензуре, это было бы чем-то, что вы могли бы рассмотреть. Но я думаю, что если бы они функционировали, как вы говорите, почти как обычные операторы связи, где все решения принимались бы прозрачно, и где люди чувствовали бы, что у них есть право видеть алгоритмы и понимать, какие алгоритмы использовались для цензуры речи и выработки рекомендаций и так далее. Я думаю, что это действительно элегантное решение о том, как решить эти проблемы. Вы знаете, здесь есть несколько выступлений, посвященных абсолютизму свободы слова. И я думаю, что лучшее средство от дезинформации, это информация, именно информация. А лучшее средство от плохой речи, это больше говорить. Это никогда не было цензурой. Цензура, это безусловно наихудшее решение. Существуют формы выражения, которые не защищены законом. Подстрекательство к насилию не защищено законом. Педофилии и подобные ей домогательства не являются защищенной речью, и вы можете подвергать их цензуре, но если это защищенная речь, я не думаю, что ее следует подвергать цензуре. Но я думаю, что в любом случае мы должны понимать логика, алгоритмы, методологии, и мы все должны иметь к ним доступ, так что знаете, это очень важно. Потому что эти учреждения сейчас являются общественным достоянием. И вы знаете, что именно там происходит общение, где вы можете общаться с другими американцами. И вы знаете, что мы должны найти способ интегрировать их в нашу демократическую систему ценностей. Что же, это действительно приятно слышать. Большое вам за это спасибо. Это сильное, очень сильное подтверждение прозрачности, которое, как мне кажется, объединяет людей как левых, так и правых. Мы собираемся решать наши проблемы, используя больше слов, а не меньше. И я думаю, что это связано с прозрачностью, обязательной прозрачностью для всех, кто требует цензуры. Вот что это дало бы нам. Так что большое вам спасибо. Я ценю это. Позвольте мне привлечь Амида Малека, который, как мне кажется, проделал большую работу в корпоративной сфере по борьбе с бойкотами и давлением. Амид, у вас есть вопрос или комментарий? Да, абсолютно верно. Большое вам спасибо. Вы знаете, Роберт, вы красноречиво высказались о контроле со стороны регулирующих органов, будь то CDC, FDA, EPA или даже NEE. Я имею в виду, как получилось, что у Тони Фаучи в распоряжении более 10 миллионов долларов, несмотря на то, что он проработал бюрократом 50 лет. Я надеюсь, что на эти вопросы обратит внимание бесстрашный репортер. Но я хочу просто перевернуть все с ног на голову, а именно, как насчет захвата корпораций. Тот факт, что некоторые элементы в федеральном правительстве на самом деле негативно влияют на нашу экономику. Так что, как мы уже говорили здесь о речи, все обстоит еще хуже. Я имею в виду, что ЦРУ и ФБР влияют на нашу способность общаться друг с другом через эти крупные технологические компании, на которые они оказывают давление. Но даже если вы очень увлечены неконституционным использованием Оуша, чтобы попытаться заставить сотрудников по всей стране на какое-то время сделать то, что сделали многие, не хочу этого дел. И заставляю их выбирать между этим и подачей еды на стол. Итак, вопрос состоит из двух частей. Как нам предотвратить нарушение нашего били о правах частными лицами, когда правительство использует их для выполнения своей грязной работы? Я говорю здесь не только о цензуре. На самом деле, я говорю о лишении экономической свободы. А во-вторых, как нам повысить заработную плату? И именно об этом я хочу спросить вас конкретно. Можете ли вы, наконец, повысить заработную плату в этой стране, фактически установив границу и ограничив эмиграцию? Спасибо вам. Да, я имею в виду, позвольте мне просто затронуть этот второй вопрос. А именно, да, нам нужно закрыть нашу границу. Вы знаете, что это ключевая функция существования каждой страны в мире, иметь возможность контролировать эмиграцию на своих границах. И наличие миллионов людей или сотен тысяч, в данном случае миллионов людей, пересекающих границу, это не то, что может или должна делать любая нация. Смирись с этим. И знаете, хуже всего то, что это привело к гуманитарному кризису на границе. Идея о том, что у нас есть открытая граница, теперь распространена по всему миру, так что люди прилетают сюда со всего мира. Из Европы, Китая, Азии, пользуясь полной свободой передвижения. Самолеты в Эквадор. И кроме того, вы знаете, что некоммерческие организации и правительственные организации помогают им добраться до границы Соединенных Штатов на автобусах. И это необходимо прекратить. И одним из способов, которым мы это делаем, является то, что значительная часть эмиграции из Латинской Америки и Центральной Америки является прямым результатом плохой политики США на юге. Программы жесткой экономии, война с наркотиками, финансирование эскадронов смерти, установление и поддержка хунт. Военных диктатур и геноцидов в этих странах происходит десятилетиями. И нам необходимо решить эти проблемы. Но вы знаете, что прежде всего нам нужно перекрыть границу. На самом деле сегодня вечером я собираюсь на границу. Я так и сделаю. Я пересекаю границу, думаю, около трех часов утра в Мексике, и я буду разговаривать с людьми по обе стороны границы. И общаюсь с заинтересованными сторонами. В течение следующих трех дней я встречусь с представителями патрульной службы и других ведомств, чтобы попытаться выработать политику, которая позволит закрыть границу навсегда. Вы знаете, что у нас в стране есть поток людей, которые живут в бедности и не имеют доступа к медицинской помощи, потому что это нехватка, лишенные государственной помощи. Они даже не имеют доступа к государственной помощи. И вы знаете, мы должны защищать людей в этой стране, среди нашего городского населения, сельского населения, 10% американцев не смогли бы поднять руку на тысячу долларов. Если возникнет чрезвычайная ситуация, у нас не будет возможности поддержать большое количество новых иммигрантов. Этот огромный поток новых иммигрантов, который прибывает в наши города и оказывает давление на школьные системы, на системы социального обслуживания людей, которые уже находятся там. На американцев, которые уже испытывают трудности. Его нужно выключить. Именно это я и сделаю, как президент. Я так и сделаю, я собираюсь это сделать. И вы знаете, что есть и другие страны, которые сталкиваются с этой проблемой. У Израиля есть эта проблема с африканским населением, и используя множество различных технологий на своей границе, в качестве ограждения, но в основном для технического наблюдения. Они смогли ее решить. И нам нужно делать то же самое. И как президент я буду это делать. Я также открою легальную иммиграцию, чтобы иммиграция, в которой мы действительно нуждаемся, и которая принесет пользу нашей стране и экономике, продолжалась. Но мы не можем допустить неконтролируемой иммиграции на границе. С точки зрения роли вы знаете этих агентств в принуждении к поведению со стороны корпорации ЮС. Это ужасно, и как только я вступлю в должность, я собираюсь издать исполнительный указ, запрещающий федеральным агентствам, будь то НИ, ЦРУ или ФБР. Запрещено участвовать в любых усилиях по цензуре высказываний американской общественности. Или принуждению американской общественности к другому поведению, которое не требуется по закону. И это то, что мы видели во время пандемии. Вы знаете, мы видели это в мандатах на вакцинацию и в цензуре слова. И я запрещу это и позабочусь о том, чтобы этого не произошло, по крайней мере, во время моего пребывания на этом посту. Немедленно, на первой неделе моего пребывания на этом посту, я подпишу этот указ. Спасибо вам. А также спасибо Милану и Дэвиду за организацию этого мероприятия. В заключении я также скажу, что есть некоторая ирония в том, что демократическая партия не допускает развития демократии внутри своей собственной партии. И предоставляет Роберту платформу, по крайней мере, для дебатов с Джо Байденом. Ну что же, это интересный момент. Мы втянули Тулси в этот разговор. Бывшая член Конгресса от демократической партии Тулси, которая, как я полагаю, сейчас является независимым кандидатом. На самом деле у меня есть вопрос к вам обоим, ребята, об эволюции демократической партии. Бобби, демократическая партия вашего отца была партией мира, а не войны, партией свободы слова, а не цензуры, партией гражданских свобод, а не государственной слежки. И сегодня вы, пожалуй, единственный видный демократ, который придерживается такого рода несогласной позиции по этим вопросам. Тулси, я думаю, что вы тоже чувствуете то же самое по этим вопросам. Полагаю, мой вопрос заключается в том, что случилось с демократической партией. Безусловно, многие из этих проблем носят двухпартийный характер, но раньше в демократической партии было очень заметное крыло, выступавшее против подобных вещей. И, похоже, их больше нет. Так что, полагаю, мой вопрос к вам обоим заключается в том, что произошло и можно ли это исправить. Я имею в виду, что я просто кратко отвечу, а потом с удовольствием выслушаю ваш ответ. Вы знаете, я наблюдал, как это происходило в демократической партии. Я наблюдал, какое-что из этого происходило. Я имею в виду, что о ней я думаю, что демократическая партия стала партией войны. Я приписываю это непосредственно президенту Байдену, потому что я, вы знаете, президент Байден, всегда был таким, хотя он мне всегда нравился. Единственное, что мне в нем не нравилось, это то, что он всегда был очень, в пользу очень воинственной, напористой и агрессивной внешней политики. И он верит, что насилие является законным политическим инструментом для достижения целей Америки за рубежом. И что во многих случаях это первый и самый важный инструмент, который использовало федеральное правительство. Во время войны в Ираке, когда мой дядя боролся против этой войны, Джо Байден из демократической партии, больше чем любой другой сенатор, был человеком, который продвигал эта война. И я думаю, что это одна из причин, по которой он заручился поддержкой неоконсерваторов. И знаете, все эти неоконсерваторы, о которых люди не знают, это неоконсерваторы, которых называли неоконсерваторами. Но была группа людей, которые вышли как из республиканской, так и из демократической партии, после поражения Советского Союза. Или после этого распада, после падения Берлинской стены и распада Советского Союза, была группа людей, являющихся выдающимися интеллектуалами. Которые придерживались позиции, что Америка выиграла холодную войну, и что как победители мы должны наслаждаться добычей. И они опубликовали план под названием «Проект нового американского века», в котором по сути утверждалось, что Америка может использовать свое военное господство, свое военное превосходство, в качестве единственной сверхдержавы, чтобы установить американскую гегемонию, американский контроль. Использовать насилие, для установления американского контроля над всеми странами мира. И из этой группы, я думаю, 22 лидера оказались в государственном департаменте в Белом доме во времена администрации Джорджа Буша-младшего. Они организовали войну. У них был план семи войн, в которых мы должны были участвовать очень быстро, чтобы победить все наши неподчиняющиеся страны на Ближнем Востоке, начиная с Ирака. И они начали первую превентивную войну в американской истории, войну против страны, которая никогда ничего не делала нашей стране. Как я уже отмечал, эта война принесла нам 8 триллионов долларов в результате ее последствий в Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане и Пакистане. Она обошлась нам в 8 триллионов долларов, и мы ничего не получили. Ирак оказался в еще худшем положении, чем мы его нашли. Мы убили больше иракцев, чем Саддам Хусейн. Мы убили почти миллион иракцев. Мы подтолкнули Иран к тому, чтобы Ирак стал доверенным лицом Ирана, что стало результатом внешней политики, которого мы пытались избежать в течение 40 лет. Мы создали ИГИЛ. Мы загнали 2 миллиона беженцев в Европу, что дестабилизировало все демократии в Европе, вероятно, на протяжении двух поколений, и закончилось тем, что Брексит. Вот что мы получили за 8 триллионов долларов. И в результате этого политического катаклизма Соединенные Штаты превратились в неоконсерваторов. Они оказались в опале. Их исключили из всех политических партий, но каким-то образом они вернулись в Белый дом Байдена. И такие люди, как Виктория Ньюланд, чей муж Роберт Каган был автором проекта «Новейший американский век», в конечном итоге стали руководить внешней политикой. Эверил Хейнс и Энтони Блинкен в конечном итоге стали руководить той самой агрессивной внешней политикой, с которой мы сейчас имеем дело. С медицинской точки зрения, вы знаете, я наблюдаю за тем, что произошло. Изначально фармацевтические компании были на стороне Республиканской партии и демократов, вы знаете, демократы требовали от них этого с некоторым презрением, поскольку они, как самая коррумпированная отрасль в стране. Они заплатили. Четыре компании, производящие все американские вакцины, Саноуфи, Глэксоу и Файза, заплатили за последние десятилетия 35 миллиардов долларов в виде уголовных штрафов. Больше, чем любая другая отрасль. Они заплатили самые большие уголовные штрафы в истории Америки. Они серийные преступники. Эти компании продолжают делать то же самое снова и снова. И к ним не очень хорошо относились в демократической партии. У демократической партии всегда была проблема в том, что она не может принимать корпоративные доллары с чистой совестью. И так, у республиканцев всегда было много денег. Единственными людьми, с которых демократы могли бы поддерживать свою чистоту и собирать деньги, были бы судебные адвокаты и профсоюзы. Но профсоюзы резко отказались. Так что сейчас они составляют примерно от 50 до 10% американской рабочей силы. И таким образом, все, с чем мы остались, это судебные адвокаты. И президент Обама пытался добиться принятия программы Обама-Кеа. Он обменялся золотым рукопожатием с фармацевтическими компаниями, но не смог его получить. У фармацевтической компании больше лоббистов на Капитолийском холме, чем у Конгресса и всех конгрессменов, сенаторов и судей Верховного суда вместе взятых. Они вкладывают в лоббирование интересов второй по величине отрасли вдвое больше, чем в любой другой отрасли. И президент Обама, они могли бы использовать Обама-Кеа вечно. Так что Обаме нужно было успокоить их. И способ, которым он это сделал, заключался в том, что он заключил эту ужасную сделку, когда федеральное правительство не могло торговаться по поводу цен на фармацевтические продукты, программы Медекер и Обама-Кеа. Таким образом, Обама-Кеа собиралась создать этот поток денег для фармацевтической промышленности, чтобы покупать их продукцию за фрахт, для пациентов за фрахт. Но мы не могли торговаться так, как вы можете в Канаде и любой другой стране. Вы не могли бы торговаться с ними так, чтобы они могли брать все, что захотят. И это скрепило сделку. И совершенно неожиданно фармацевтическая компания оказалась на стороне демократов. С моральной точки зрения демократам стало позволительно принимать деньги от фармацевтических компаний. И в течение года демократы получали от фармацевтических компаний больше денег, чем республиканцы. А потом и так далее, это поставило их на сторону сторонников вакцинации. Они были в некотором роде, мы в некотором роде разделились поровну. А затем, что интересно, президент Трамп баллотировался, и трижды во время своей президентской кампании он делал заявление о том, что, по его мнению, вакцины это вызывает аутизм. И это привело к тому, что эта проблема стала частью культурной войны. Это стало частью культурного разрыва. Демократы поместили этот вопрос в ту же антинаучную корзину, что и отрицание президентом Трампом изменения климата. И теперь это стало символом вашей партии, вашего племени. И если вы задавали вопросы о вакцинах, значит вы были республиканцем от партии Трампа. И если бы у вас была просто религиозная вера в их эффективность и безопасность, которая не подлежала сомнению, вы были бы демократом. И вот я наблюдал за тем, как все это разыгрывается, и наблюдал, как демократы постепенно превращаются в республиканцев, выступающих за корпорации, за войну, за цензуру. Вы знаете то, что когда-то было республиканцами, а затем республиканцы стали противниками цензуры, за гражданские свободы, против цензуры. Война. И произошла эта потрясающая перестройка. И я говорил больше, чем хотел, потому что я действительно хочу услышать это от Улси и любого из ваших ее коллег. Возьми это на себя. Спасибо. Спасибо, Бобби. И спасибо за вопрос, Дэвид. Многое из того, что вы сказали, побудило меня покинуть демократическую партию. Вы знаете, я родился не в семье демократов. Честно говоря, мои родители были довольно независимыми людьми. И поэтому, когда я впервые баллотировался в палату представителей штата на Гавайях 20 лет назад, я должен был принять решение. Понимаете, к какой партии я хотел бы присоединиться. И когда я принимал это решение, меня вдохновили лидеры демократической партии, честно говоря, Бобби, такие люди, как твой отец и твой дядя. Такие люди, как Мартин Лютер Кинг-младший. Лидеры демократической партии на Гавайях, которые вышли на ковер к работникам плантаций, которые были выходцами с Гавайев, людьми люди со всей Азии, иммигранты со всего мира. Это были лидеры демократической партии, которые пришли и боролись за свои права, за то, чтобы к ним относились откровенно, как к людям. И чтобы их освободили от деспотичных землевладельцев, которые в то время были республиканцами на Гавайях. Итак, идеалы, ну вы знаете, свободы и гражданских свобод, а также большая демократическая партия, которая принимает людей из всех слоев общества и, знаете, с разными идеями, были действительно привлекательны для меня, и именно поэтому я вступил в демократическую партию. Но давайте перенесемся туда, где мы находимся сегодня. Как вы сказали, Бобби, я имею в виду, что сегодняшняя демократическая партия — это партия, которая находится под полным контролем этой элитарной клики поджигателей войны. Мало того, что ее руководят поджигатели войны, но сейчас у нас сложилась ситуация, когда, как мы видели прошлой осенью, прогрессивная фракция Конгресса, вы знаете, у них хватило наглости опубликовать открытое письмо президенту Байдену, очень мягко, очень деликатно, и с большим количеством цветистых слов, призывающих к дипломатии и к тому, чтобы он возглавил дипломатические усилия по прекращению войны между Россией и Украиной. И в течение 24 часов они отозвали свое письмо и, по сути, забились в угол. Вы знаете, мы можем себе представить, под каким давлением они были вынуждены это сделать, и какую общественную критику они получили за то, что осмелились призвать к миру. Таким образом, голоса за мир внутри демократической партии были заглушены. Вместо этой большой палатки, инклюзивной демократической партии, у нас теперь есть партийные лидеры, которые сосредоточивают свое усилие на разделении нас, на расовой дискриминации по каждому вопросу, используя политику идентичности, чтобы, знаете ли, набрать несколько политических очков и голосов, подрывая фундаментальные свободы, свободу слова, пропагандируя цензуру, и не только пропагандируя ее, но и пытаясь создать государственные структуры, чтобы заткнуть нам рот, вооружая государство национальной безопасности для преследования политических оппонентов. Принципы и идеалы, за которые сегодня выступает демократическая партия, прямо противоречат тем, которые являются основополагающими для этой страны. И сейчас мы находимся на том этапе, когда президент Байден самым опасным образом потолкнул нас, по сути, на грань ядерной войны. И именно здесь, Бобби, я хотел бы задать вам вопрос в этой области, в этом ключе внешней политики, учитывая реалии, в которых мы находимся. Учитывая, что, как вы знаете, мы все чаще слышим, как многие политики, республиканцы и демократы, откровенно говоря, включая президента Байдена, активно и агрессивно призывают к полному разделению экономик Соединенных Штатов и Китая. Администрация Байдена активно и быстро продвигается в этом направлении. Илон, недавно вы говорили о том, что интересы Соединенных Штатов и Китая переплетены как сиамские близнецы. Я думаю, что действительно хочу подчеркнуть, что этот акт разъединения наших экономик, по сути, был бы подобен разрыву сиамских близнецов, подразумевая катастрофические последствия, которые могли бы возникнуть в результате для обеих этих стран и весь мир. Итак, Бобби, каков был бы ваш подход к отношениям Соединенных Штатов с Китаем? Верите ли вы, что на самом деле возможно мирное сосуществование или даже взаимовыгодные отношения с Китаем? Или вы считаете, что это игра с нулевой суммой, в которой для того, чтобы Соединенные Штаты выиграли, Китай должен проиграть? Да, я думаю, что это отличный вопрос, Тулси. И мой подход к этому был бы таков. Давайте признаем реальность того, что Китай очень амбициозная нация, и что она действительно хочет конкурировать с нами за влияние в мире. Но реальность такова, что она не хочет конкурировать с нами в военном отношении. Она не хочет войны с Соединенными Штатами, а Китай, как вы знаете, по-прежнему остается очень бедной страной по сравнению с нами. У них, у китайцев, доход на душу населения составляет примерно треть от дохода Соединенных Штатов. Они хотят улучшить жизнь своих граждан, и, как вы знаете, они хотят конкурировать с нами в различных местах по всему миру. Я думаю, что мы должны конкурировать. Я думаю, что мы должны конкурировать с ними на экономической платформе, а не на военной. И я чувствую себя очень хорошо. Я не боюсь китайцев. Я не боюсь, что американская изобретательность будет отставать от китайской. Я думаю, что это будет своего рода соревнование, которое пойдет на пользу всему миру. И это соревнование, которое представляет собой совместную работу, мир сотрудничества, а не мир конкуренции, своего рода совместное соревнование, если хотите. И вы знаете, что китайцы не хотят воевать с нами. У нас есть, мы тратим больше на наши вооруженные силы. Сейчас мы тратим 1,3 триллиона долларов в год на военные нужды, включая пособия ветеранам, которые вы не можете сократить. Но вы знаете, после окончания холодной войны нам сказали, что мы собираемся получить дивиденды мира и сократить наш военный бюджет обратно до 200 миллиардов долларов в год. Вместо этого мы получаем прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов в год, если учесть, как вы понимаете, пособия ветеранам и национальную безопасность. Но мы так и не смогли разобраться в этом вопросе. Таким образом, сейчас мы тратим на наши вооруженные силы больше, чем 10 других ведущих стран мира. Мы тратим в три раза больше. Наш военный бюджет в три раза превышает военный бюджет Китая. Китайцы могут, у нас в пять раз больше ядерного оружия, китайцы, китайцы не могут и не хотят конкурировать с нами в военном отношении. У китайцев примерно одна военная база в мире. У нас их 800. Так что это своего рода самоисполняющееся пророчество, которое гласит, о, китайцы, знаете ли, хотят стать нашими врагами и устроить военное соревнование. Они этого не делают. Что нам следует сделать, так это ослабить военное давление на Китай. Ради бога, нам следовало бы поговорить с Китаем. У нас не было встреч с Китаем уже пять лет. Мы знаем, каковы наши цели. Мы хотим восстановить нашу промышленную базу в Соединенных Штатах. Мы не хотим, чтобы китайцы отняли это у населения. И любые переговоры с китайцами не должны сводиться к военному чванству. Речь должна идти о том, как нам наладить с вами экономические отношения, которые принесут пользу всем сторонам, как и любые хорошие экономические отношения. И вот в чем заключается наша цель на следующем раунде переговоров, мы хотим восстановить темпы развития нашей промышленности здесь, в Соединенных Штатах и в любой другой стране. Любое соглашение, которое мы заключаем, любая сделка, которую мы заключаем с китайцами, должны быть для нас на первом месте. Как нам это сделать? Но я не уверен, что у китайцев дела обстоят намного лучше, чем у нас, потому что они проецируют экономическую мощь за рубеж, и миру это нравится. Мы думаем, что мир на нашей стороне, но это не так. Все, что у нас есть, единственные люди, которые поддерживают эти, знаете ли, агрессивные отношения с Китаем, это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты. И мы практически одни в мире. Весь остальной мир смотрит на нас и спрашивает, какого черта вы делаете? Почему вы пытаетесь развязать войну с Китаем? Из-за чего вы с ними ссоритесь? Почему вы превращаете Тайвань в военную проблему? Давайте предоставим Тайваню и Китаю самим решать этот вопрос, а сами отступим в военном плане и попытаемся добиться своего. Они хотят, но не хотят войны. Они хотят мира и процветания. А этого не может быть там, где идет война. Так что давайте, знаете ли, поговорим о деэскалации войны, давайте будем конкурировать экономически. Давайте поговорим с ними и придумаем способ, которым, знаете ли, мы сможем проведить разумные переговоры, в ходе которых мы добьемся большего успеха благодаря Китаю. А не, знаете ли, отдадим магазин и экспортируем рабочие места, как это было во всех других договорах. Вместо этого давайте подумаем, как наладить с ними экономические и финансовые отношения, которые восстановят американскую промышленную базу. Спасибо тебе, Бобби. Вы знаете, это такой важный вопрос. Очевидно, что этот вопрос и более широкий вопрос внешней политики занимают центральное место в любой президентской гонке. И очень жаль, что традиционно, как мы видели, этим вопросам очень редко уделяется то внимание, которого они заслуживают. И еще раз повторю, именно поэтому должны проводиться первичные президентские дебаты ради того, чтобы у американского народа был четкий выбор. Ясный, осознанный выбор о том, кого они хотели бы видеть нашим президентом и верховным главнокомандующим. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что поделились своими соображениями. И спасибо вам, Илон и Дэвид, за организацию этого важного разговора. И видите ли, вы знаете, что у нас не было серьезных экономических встреч, даже политических встреч с китайцами с 15 лет, то есть 7 лет. Вы знаете, директор ЦРУ Билл Бернс недавно ездил туда, чтобы встретиться с китайцами, но дело не в этом. Что-то вроде встречи. Нам нужно провести с ними настоящую политическую и экономическую дискуссию. Это откровенно, и это, знаете ли, когда каждый выкладывает свои карты на стол и хочет посмотреть, есть ли способы, которыми мы могли бы мирно сотрудничать друг с другом, и поддерживать мир во всем мире. С какой стати нам продолжать в том же духе? И это касается, вы знаете, президента, вы знаете, что президент Байден запретил своему государственному департаменту, который находится в ведении НИЭ, проводить какие-либо переговоры или контакты с китайцами. Это возмутительно. Вы знаете, это прямо противоположно тому, что пытался сделать Дуайт Эйзенхауэр, чтобы добиться мира во всем мире с русскими, который был сорван из-за, как вы знаете, двух неудачных полетов ЦРУ. А потом мой дядя попытался сделать вот это. Давайте заключим мир с Россией. Давайте заключим мир с Китаем. И давайте все будем наслаждаться процветанием здоровой экономической конкуренции. Хорошо сказано. Хорошо сказано, Бобби. Спасибо вам. Это действительно чего-то стоит. Так это того, что по поводу моей поездки в Китай, я и тамошнее высшее руководство провели, как мне кажется, несколько очень продуктивных встреч. Дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом и необходимости какого-либо надзора или регулирования. Насколько я понял из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование искусственного интеллекта в Китае. Так что это были очень многообещающие дискуссии. И я указал на то, что если в Китае создан цифровой сверхразум, обладающий подавляющей мощью, то это на самом деле представляет угрозу суверенитету китайского правительства. И я думаю, что они приняли это беспокойство близко к сердцу. Вы знаете, я имею в виду, что мне нравится, когда вы это говорите, потому что это дает нам понять, что независимо от того, как вы относитесь к Китаю, если мы не в состоянии вести переговоры с нашими противниками по подобным вопросам, то сейчас существуют экзистенциальные угрозы. И это не просто искусственный интеллект. Именно эти разработки биологического оружия, как вы знаете, сейчас у нас есть лаборатории по всему миру, в Украине и так далее, которые разрабатывают всевозможные отвратительные виды, в том числе, знаете ли, этническое биологическое оружие, которое убивает людей определенных рас. И так далее, которые предназначены для этого. У них уже есть оружие, и они готовы к побегу. И знаете, каждая страна в мире хотела бы запретить биологическое оружие. Мы, мы инициировали подписание Ричардом Никсоном в 1960 году основного договора о биологическом оружии. И все страны мира тоже согласились прекратить его разработку. Мы, ЦРУ, продолжали тайно разрабатывать его. А затем, после 2000 года, когда мы приняли патриотический акт и возобновили гонку вооружений в области биологического оружия, так что сейчас каждая страна в мире или многие страны разрабатывают биологическое оружие, мы должны прекратить все это. Вы знаете, что ковид, безусловно, был проблемой биологического оружия. И вы видели, что это с нами сделало. А что если бы это была настоящая болезнь? Болезнь с 50% смертностью, такая как гей-лихорадка, аутизм или знаете один из этих других действительно смертельных вирусов. Они тоже есть в лабораториях. А что если бы это было именно то, что нужно, давайте закроем это по всему миру. Давайте действительно прекратим все разработки биологического оружия и проведем проверку этого. А затем давайте сядем с другими людьми из Ирана, Израиля, России и Китая, и поговорим о том, хорошо, и убедимся, что ни одна страна не разрабатывает оружие, которое может убить все остальные из нас. Нам нужно, чтобы это регулировала не только одна страна. Китай в одиночку не может регулировать развитие цифрового суперинтенданта. Вам нужны Соединенные Штаты и Китай. Мы все должны принять в этом участие. Все мы должны иметь возможность контролировать исследования, проводимые в других странах. И нам нужна прозрачность и защита. В противном случае мы движемся по пути к очень мрачному антиутопическому будущему для всего человечества, где мы находимся за гранью, за которой мы не можем позволить себе роскошь не вести переговоры об этих вещах с другими державами на планете. И вы знаете, нам нужен президент, который осознает эти угрозы человечеству, видит себя защитником всего человечества и думает об этом 24 часа в сутки. Как мы можем предотвратить подобное будущее, вымирание биологического оружия? Это выходит за рамки того, что мы не можем позволить себе больше не вести переговоры по этому вопросу. И несмотря на все эти агентства, ЦРУ также занимается разработкой этого материала. И мы понятия не имеем, что они настроены враждебно по отношению к американцам, ну вы понимаете, к американской системе. Вы знаете, на днях я разговаривал с Майком Помпео, и он сказал, что он сказал то, что сказал, когда был в агентстве, он был очень откровенен и действительно умен в отношении агентства. И он сказал, что когда он был там, он не очень хорошо справился с ликвидацией агентуры ЦРУ. И он сказал, что по его словам, если взять оперативное руководство этим агентством, то оно почти полностью состоит из людей, которые не верят в институтах Соединенных Штатов и демократии. И вы знаете, так оно и есть, и я думаю, что это абсолютно верно, исходя из всего, что я знаю. И я очень много знаю об этом агентстве. И у нас есть это, вы знаете, мы должны прекратить военные действия, что дает этим учреждениям повод быть сверхсекретными и непрозрачными. Представьте, что мы находимся в состоянии, ну вы понимаете, и поместите нас в состояние безопасности, где они могут разрабатывать все эти безумные технологии и секреты, которые убьют нас всех. Это безумие. Это Бобби. И это действительно подводит ее к главному вопросу о дипломатии. И знаете, Илон, ваш пример того, что может произойти, когда мы просто действительно хотим поговорить. Американский народ должен доверять президенту Соединенных Штатов в том, что касается благополучия и интересов всего мира. Американский народ находится в авангарде решений, которые он или она принимает. Существуют общие угрозы и озабоченности, которые существуют у людей по всему миру. Мы живем не в вакууме. И хотя у нас могут быть разногласия с другими странами, такие вещи, как угроза ядерной войны, такие вещи, как защита нашей окружающей среды, чтобы у нас, людей на этой планете, был чистый воздух, чтобы дышать и пить чистую воду, и чтобы мы могли выращивать пищу для выживания. Вы упомянули о биологическом оружии. Существует так много различных проблем, которые мы должны решать сообща. И нам нужен лидер, который осознает это и ставит интересы людей выше всех тех особых интересов, о которых вы говорили. Все в порядке. Спасибо тебе, Тулси. Но, кстати, Бобби, я думаю, что, вероятно, самым сюрреалистичным моментом всей войны на Украине до сих пор был момент, когда Виктория Нью-Ланд давала показания перед Конгрессом и признала, что на Украине существовала секретная сеть биолабораторий, в которых содержались материалы, потенциально опасные для жизни людей. Опасно, что она беспокоилась о том, как бы они не попали в руки русских. Да. После того, как средства массовой информации в течение нескольких недель характеризовали этот факт как дезинформацию, как российскую дезинформацию. А потом наказывал тех из нас, кто говорил «да, именно это и происходит». А потом Виктория Ньюман предстает перед Конгрессом и получает бесплатный вопрос от Марка Рубио. И на самом деле находится под присягой и честно отвечает на него и говорит «да, у нас там есть лаборатории по производству биологического оружия». И мы действительно боимся, что русские проникнут туда и заберут наши вещи. Это было так странно, потому что с какой стати у нас там должны быть биолаборатории? Это просто так странно. Кстати, средства массовой информации продолжали давить на нее, даже после того, как она дала показания и ответила на вопрос Марка Рубио. Честно говоря, я процитировал ее слова в некоторых заявлениях, которые я сделал, соглашаясь с вами, Боб. Это Тулси. Извините, но особенно во время войны, когда они будут уязвимы для любых патогенных микроорганизмов, которые могут содержаться в этих биолабораториях, которые могут быть выпущены на свободу и представлять угрозу для всего мира. Украина внесла меня в черный список, чтобы я больше никогда не посещал их страну. И так оно и было, посты, которые я размещал на сайтах социальных сетей, были запрещены из-за этого заявления о дезинформации. Новостные агентства по всей стране звонили, вы знаете, критиковали меня за распространение дезинформации. Даже когда я цитировал веб-сайт Министерства обороны, который утверждал это как факт, я думаю, это просто показывает, что даже когда они говорят правду, они, очевидно, боятся правды и хотят иметь возможность продолжать, что бы они ни делали, независимо от риска. Так оно и есть. Они боятся иметь свободную прессу просто из любопытства? Ни в коем случае. Ох, хорошо. Я просто хотел убедиться в этом. Спасибо вам. Ну что же, только сегодня в семафоре всех мест появилась статья о том, что тамошние СМИ должны получать лицензию от правительства. Это совершенно верно. А затем отдельно поговорим о постыдных разоблачениях. Сегодня в Нью-Йорк Таймс появилась статья о том, как надоедливые нацистские знаки отличия продолжают появляться на форме военнослужащих украинской армии. И им приходится продолжать подвергать фотографии цензуре, чтобы эти вещи не появились в прессе. Конечно, Нью-Йорк Таймс пишет, что самая большая проблема в этом случае заключается не в том, что современное западное оружие может попасть в руки неонацистов, а скорее в том, что это сыграет на руку российской пропаганде. Но независимо от того, что это такое, опять же, это один из тех неприятных фактов, которые показывают, что нас постоянно снабжают информацией об этой войне. А затем всплывают эти факты, и вы понимаете, что они, возможно, говорят нам не все. Я имею в виду, что нас пропагандировали с помощью этих изображений в комиксах, которые сейчас стали шаблонными. Знаете, что есть плохой парень, который совершил плохой поступок. Это было не спровоцировано. И Соединенные Штаты должны вмешаться и исправить эту ситуацию с помощью людей, которых он преследует. И вы знаете, это такое хорошее свидетельство для американского народа, что знаете ли, в некоторых случаях они готовы пойти на такие жертвы ради наших детей, нашего состояния, чтобы пойти туда и помочь другим странам. Но проблема в том, что мы все еще становимся жертвами наших собственных агентств, которые, знаете ли, упускают контекстуальную информацию, упускают нюансы. Упускают всю историю в данном случае нас, пропагандистов, которая привела нас к тому, что привело нас сюда. А также втянули Украину в войну, которая не помогает Украине. На данный момент Украина потеряла, вероятно, 350 детей, и они находятся в гораздо худшем положении, чем когда они начинали. Когда они, вы знаете, в феврале 1420 года, 14 февраля 2019 года, они могли бы подписать банковские соглашения и сохранить базу. И никто бы не погиб. И они никогда этого не сделают. И они никогда больше не вернутся в это место. И как вы, ребята, понимаете, русские не выиграют эту войну. Они не могут позволить себе выиграть эту войну. Эта война жизненно важна для России. И это было бы все равно, что проиграть войну в Мексике. Я имею в виду Украину. Вы имеете в виду, что Украина не может этого сделать? Вы выиграли? Нет, мне очень жаль. Украина. Мне очень жаль. Украина не может выиграть эту войну. И вы знаете, что сейчас у них не ясно, каково соотношение смертей. Но есть достоверная информация, что они страдают от смертей, которые составляют семь смертей на каждого убитого русского. И так оно и есть. Мы превратили эту страну в бойню для цветущей украинской молодежи, чтобы удовлетворить геополитические амбиции американских Никонов, которые хотят измотать российскую армию и осуществить смену режима с помощью Владимира Путина. И Украина является жертвой в этой войне. Это попосредованная война. Это жертва России. Да, это было незаконное и жестокое вторжение, которого мог бы избежать Владимир Путин. Но они в равной степени, по крайней мере почти в равной степени, являются жертвами политики США, а также амбиции и стремлений на концу, который хотел ввязаться в эту войну, несмотря ни на что. Я думаю, что войны можно было легко избежать, если бы он был готов использовать дипломатию и по сути дать письменную гарантию русским, что Украина не станет частью НАТО. Именно этого они требовали в декабре 2021 года и предъявили письменный ультиматум Белому дому. Именно об этом они недвусмысленно говорили с нашим госсекретарем в январе 2022 года. И эти переговоры закончились тем, что мы заявили, что не будем закрывать двери НАТО. А затем, как вы сказали, еще одна вещь, которую мы не сделали. Это оказали поддержку Минским соглашениям, которые обеспечили бы некоторая ограниченная автономия для этнических русских и Донбасса. И это решило бы проблему гражданской войны, которая там происходила. Мы только что сделали эти две вещи. Я думаю, что есть действительно хороший шанс, что этой войны никогда бы не произошло. И вы знаете, многие люди скажут, ну вы же не можете этого знать наверняка. Но суть в том, что мы пытались. Мы никогда не пытались убрать НАТО со стола переговоров. Мы никогда не пытались поддержать Минские соглашения. Да. И тут возникает большой вопрос. Потому что Зеленский баллотировался в 2019 году на мирной платформе. И я уже отмечал ранее, что знаете ли, он комик и актер. И я говорю это не в пренебрежительном смысле. Потому что моя жена также обладает и тем, и другим. Но я говорю это потому, что он не имел никакого отношения к политике. И все же он одержал огромную победу, набрав 70% голосов. Потому что он выступал за мирную платформу и обещал, что подпишет Минские соглашения и уладит этот вопрос. И Минские соглашения сделали то же самое, что и ультиматум. А именно они заявили, что НАТО навсегда останется в стороне от Украины. И что Дамбас станет автономной областью в составе Украины, которая по-прежнему управляется Украиной, но сможет сохранить свой собственный язык и культуру. И быть способны защитить своих граждан от насильственной агрессии и смертельной агрессии со стороны других сил. Таких как батальон Азов и другие враждебные силы внутри украинского правительства. И, кстати, Украина, проголосовавшая 90 голосами против 10 за то, чтобы покинуть Украину и присоединиться к России, присоединилась к Российской Федерации 90 голосами против 10. А россиянин Владимир Путин сказал, «Нет, вы нам не нужны. Мы хотим, чтобы Украина оставалась целостной страной». Так оно и было. А потом, вы знаете, они согласились, Россия согласилась, Франция согласилась, Германия согласилась с Минскими соглашениями, которые были разумным урегулированием. Держите НАТО подальше от Украины. И почему, вы знаете, мой дядя, президент Кеннеди Хьюстон, всегда говорил, если вы хотите единственный способ достичь мира, это поставить себя на место своего противника. И он произнес эту очень знаменитую речь 10 июля или июня. Таким образом, через пять дней будет отмечаться 60-летие американского университета. Его самая важная речь, которая перевернула страну с ног на голову, касалась договора о запрещении испытаний в атмосфере. Это было первое испытание. Это был первый договор ядерного века. Это был первый договор о запрещении определенных видов применения ядерного оружия. Ян Росси, он и Хрущев договорились об этом в частном порядке, без привлечения государственного департамента. Государственный департамент выступил против этого. Военные выступили против этого, Конгресс и Сенат выступили против этого, но американский народ в конечном итоге поддержал это после того, как он произнес эту речь. А затем совершил турне по стране. Но в этой речи была захватывающая речь, потому что он в первый раз объяснял американскому народу роль и значение страдания, которое Россия пережила во время Второй мировой войны Я вырос в поколении, где нам говорили, что Америка выиграла войну против нацистов И знаете, мы каждую неделю смотрели по телевизору такие передачи, как Битва с Виком Морроу И это показало, что американцы были победителями, и знаете ли, без Америки мир не был бы потерян Мой дядя говорил американскому народу, что это неправда Люди, которые победили Гитлера, были русскими, и они принесли жертву, которую невозможно представить ни для кого другого в мире Гитлер вторгся в Россию через Украину, а затем убил каждого седьмого русского и сравнял с землей нацию, треть нации Мой дядя ушел во время этой речи Он сказал, представьте себе, что если бы весь американский континент, континентальная часть Соединенных Штатов, была превращена в руины между Восточным побережьем и Чикаго То именно это случилось бы с Россией Вы должны понимать, что если мы хотим добиться мира с этой страной, то нам нужно понять, что сегодня нам нужно поставить себя на их место Кстати, дело не только в Путине Российское руководство еще в 90-х годах сказала Вы знаете, в 92-м мы добились этого Они заключили соглашение Они сказали, что мы выведем наши войска, наши 400 военнослужащих из Восточной Германии, и мы передадим Восточную Германию враждебной армии, армии НАТО И уступка, которую мы хотим от вас за это, заключается в том, что вы не будете продвигать НАТО на восток И президент Буш, как известно, сказал им, мы не продвинем НАТО, не надюем на восток Затем лидер Никонов-Бжезинскому, дедушке всех Никонов, в 1997 году, изложил план продвижения НАТО в каждое из бывших государств-сателлитов России И в то время Джордж Кеннон, который был самым важным дипломатом в истории Америки, был архитектором политики сдерживания Холодной войны Он был божеством с точки зрения американской государственной мудрости и дипломатии Он сказал, что если вы переместите НАТО на восток, как вы планируете приятное мероприятие, это будет катастрофой, которая в конечном итоге вынудит русских к насилию Потому что вы посягаете на их национальную безопасность Билл Перри, который в то время был министром обороны при Билли Клинтоне, пригрозил уйти в отставку, потому что, по его словам, это формула войны с Россией И это было задолго до прихода Путина Билл Бернс, который в то время был послом России и США в Москве, сказал то же самое Он сказал, что это формула, которая заставит русских вступить в войну Билл Бернс, кстати, сейчас возглавляет ЦРУ Итак, это были самые важные дипломаты, которые говорили, если вы продвинете НАТО на восток, вы вынудите русских вступить в войну И мы распространили это на все страны, кроме одной Украины А потом мы сказали, и именно в этом случае Россия сказала, что это красная линия Билл Бернс на самом деле написал записку, служебную записку из Москвы в Госдепартамент, в которой говорится, что сеть означает сеть И он сказал, что если вы перенесете это на Украину, они начнут войну Это не так, это красная линия, которую вы не можете пересечь И все же мы просто не консерваторы, вы знаете, они сделали все, что могли при администрации Буша Потом они были в изгнании и вернулись при Трампе А что еще они делали при Трампе? Они избавились от двух ядерных договоров Итак, мы вышли из двух договоров, договоров о промежуточном ядерном оружии, которые запрещали размещение промежуточного ядерного оружия где-либо вблизи России И мы в одностороннем порядке отказались от этого А затем мы установили в Румынии и Польше ракетные комплексы «Эгис», способные нести ядерное оружие, которые могут запускать ракеты «Тамагавк», долететь до России за несколько минут и обезглавить все руководства Русские сказали, хорошо, вы поняли Мы миримся с этим, но мы не собираемся мириться с этим в Украине, потому что вы создали страну в 400 милях от России Вы сможете обезглавить наше руководство, обезглавить наше руководство за считанные секунды И это, скорее всего, приведет к дестабилизации всего региона и нанесению превентивного удара И все же мы все равно это сделали И то, что мы сделали, просто ошеломляет Вы знаете, это грубая ошибка Это похоже на лунатизм во время Первой мировой войны Это именно то, что произошло, знаете ли, во время Первой мировой войны Когда великие державы вели себя как идиоты и как лунатик ввязался в эту, знаете ли, войну, которая ничего не дала И вот теперь мы вплотную подошли к этому вопросу Теперь у нас есть ядерное оружие, и мы продвигаемся вперед Мы ввязываемся в драку со страной, у которой в тысячу раз больше ядерного оружия, чем у нас Это просто безумие Илон, вы хотели что-нибудь прокомментировать? Вот так? Я только что видел, как вы ушли от себя Извините, я просто хочу сказать, что разделяю многие из этих опасений Я имею в виду, что, конечно, если в ближайшее время не будет достигнуто какого-либо соглашения о мире или прекращения огня Я согласен с тем, что мы, по сути, посылаем цветы украинской молодежи и российской молодежи Я думаю, что очень немногие из этих людей на самом деле хотят быть там, чтобы умереть в окопах И я думаю, что это морально предосудительно, если дипломаты устраивают изысканные обеды, в то время как все эти дети умирают в окопах Это просто безумие Да Позвольте мне спросить на тему энергетики, каковы ваши взгляды на ядерную энергетику? Ну что же, я не решаюсь вступать в драку с Майклом Шелленбергом здесь, потому что я оспаривал это в течение многих лет Но я всегда говорил Илону, что ядерная энергетика — это то, что я полностью поддерживаю ядерную энергетику Если вы можете сделать ее безопасной и экономичной, то вы можете это сделать Но прямо сейчас это далеко не так И я не говорю, что это небезопасно Все дело в страховой отрасли Страховая отрасль считает эту атомную электростанцию настолько небезопасной, что не выдает им страховой полис И знаете, мы видели их послужной список Этот послужной список ужасен Но вы же знаете, что происходит там, где они находятся Сейчас, наверное, площадь резервуаров, в которой они ежедневно заливают воду, составляет квадратную милю, потому что это загрязненная вода Они пытаются уберечь ее от попадания в Тихий океан, но остановить это невозможно Это Поэтому они строят эти огромные резервуары, и вы можете посмотреть в интернете, они простираются до самого горизонта Вы знаете, мы наблюдали за тем, что произошло в Чернобыле и так далее Но если оставить в стороне прошлые показатели этой отрасли, которые были катастрофическими, вы просто знаете, если они Если вдруг они получат технологию, которая сделает их безопасными, и получат страховой полис, чтобы мне не стоит беспокоиться об этом прямо сейчас Вы же знаете, они обратились в Конгресс и не могут получить страховку Так вот, они обратились в Конгресс, и знаете, в результате подлого законодательного маневра посреди ночи приняли закон Прайса Андерсона, который дает им право Который освобождает их от ответственности Он дает им иммунитет от ответственности Так что они ведут себя точно так же, как производители вакцин У них нет стимула вести себя прилично, потому что им не нужно оплачивать расходы Расходы оплачивают домовладельцы В моем страховом полисе, в моем доме в Маунт Киска, было положение, в котором говорилось, что это не страхует вас от радиации в результате ядерной аварии в Индиан Пойнте Это был моим Поэтому они переложили это бремя на меня, а индустрии не следует позволять этого делать А во-вторых, строительство солнечной электростанции обходится катастрофически дорого, миллиард долларов за гигаватт Ветряная электростанция стоит 1,11 Угольная электростанция стоит около 3,6 миллиарда гигаватт Стоимость последней построенной атомной электростанции составляет 15 миллиардов долларов за гигаватт Итак, а потом вы должны заплатить за, ну знаете, за добычу урана Вы должны заплатить за техников Вы должны заплатить за перебой в работе Вы должны заплатить за хранение отходов в течение следующих 30 лет, что в 5 раз превышает продолжительность зарегистрированной истории человечества И ни одна компания в мире не построит атомную электростанцию, если она не будет полностью субсидирована государством Так что вы знаете, я верю в свободный рыночный капитализм Мы могли бы производить энергию, сжигая ребрышки, если бы захотели, но знаете, почему бы нам не взять самый дешевый способ получения энергии, который, как вы знаете, будет какой-то альтернативой, не являющейся ядерной Если вы можете сделать ядерную энергетику конкурентоспособной, я за это Но я сторонник абсолютизма свободного рынка И я считаю, что мы должны использовать самый дешевый вид энергии, что у нас не должно быть никаких субсидий, никаких дополнительных затрат И все компании должны учитывать свои затраты таким же образом, как они учитывают свою прибыль А это означает, что загрязнение окружающей среды обходится дорого Сейчас у вас не может быть компании, которая может вызвать кислотные дожди на угольной компании, подкисляя каждое озеро в Апалачах и знаете ли, от Джорджии до Северного Кребека Подвергая ртути всю нашу пресноводную рыбу в Америке, подкисляя окружающую среду Океан, разрушающий все горы Они должны оплатить эти расходы в американском горшочке Законы, регулирующие использование этих ресурсов, должны быть оплачены И если бы они это сделали, никто бы не покупал уголь Потому что он должен быть дешевым, но это самый катастрофически дорогой вид энергии, в котором, вероятно, было отказано За исключением ядерной бомбы, которая является самым дорогим способом вскипятить кастрюлю воды, чем кто-либо когда-либо мог себе представить Я просто верю в рынки, в свободный рыночный капитализм, и это применимо к энергетической отрасли И на данный момент Нук просто не может конкурировать Хорошо, ребята, у нас есть небольшая проверка времени Я думаю, Бобби останется у нас всего на несколько минут Мы едем уже около двух часов, так что я хочу убедиться, что зрители зададут нам несколько вопросов На самом деле, Дэвид, я просто хотел быстро ответить на этот вопрос, если это будет для меня важно, а потом Но это точно, так что я безусловно согласен с тем, что вы знаете, что солнечная энергия и ветер — это здорово Я большой сторонник солнечной энергии и ветра Я также согласен с тем, что затраты на угольные электростанции занижены На самом деле, если сложить количество смертей от добычи угля и воздействия на легкие людей, которые живут рядом с угольными электростанциями, то это довольно плохо На самом деле, это намного хуже, чем ядерная энергетика Так что я все же хочу высказать свое мнение о том, что, по моему мнению, ядерная энергетика на самом деле очень безопасна Если вы посмотрите на фактические смертельные случаи от ядерной энергетики, то увидите, что они ничтожно малы по сравнению с любым производством энергии на ископаемом топливе Страх перед ядерным оружием очень высок И я думаю, что проблема, о которой вы знаете, заключается в том, что мне непонятно, почему страховые компании взимают так много Но вы знаете, я думаю, что современные ядерные технологии чрезвычайно безопасны И я бы на самом деле так и сделал, хотя это может пойти вразрез со многими людьми, если их использовать Но я действительно верю в ядерное видение Так что я просто хотел сохранить определенный рекорд, и мы могли бы перейти к чему-то другому Все в порядке, звучит заманчиво Осталось всего несколько минут, и нам предстоит еще столько всего сделать Бобби, вы упомянули, что ваша жена актриса и комик, как и мистер Зеленский И на самом деле нам это удалось Я заметил Шерил в зале, поэтому мы вывели ее на сцену Шерил, добро пожаловать Я думаю, у вас есть вопрос, который заключается в следующем Как вы относитесь к тому, что Бобби баллотируется на пост президента И меня также интересует, что все ваши друзья в Голливуде думают о его кандидатуре Ребята, вы меня хорошо слышите? Дорогой, я не знал, что вы собираетесь это сделать О нет, мне это было не нужно Я просто сидела здесь и добывала свой собственный воск, слушала и наслаждалась разговором И, ну что же, я знаю, что забыла задать вопросы Что я чувствую по этому поводу? Да, да, а что думают по этому поводу ваши друзья из Голливуда? Я ставлю вас в неловкое положение Ну что же, кстати, мне нравится, что их называют моими голливудскими друзьями Так бы и было, я уверена, что среди моих друзей нет ни одного, кто считал бы себя другом Голливуда Но, во-первых, да, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что Бобби баллотируется И знаете, мне потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим Мы с Бобби много говорили об этом и решили, что да, именно это и должно произойти И, честно говоря, это было действительно интересно, а порой и захватывающе Мне действительно доставляет удовольствие наблюдать за Бобби в его стихии Вы знаете, я действительно уверена, что это именно то, что он должен делать Так вот он, он просто такой Я просто вижу его в этом свете, который светит на него в данный момент И за этим действительно интересно наблюдать Так что в то же время я знаю, что будут трудности, с которыми я, знаете ли, надеюсь, я буду достаточно сильной, чтобы справиться Но я так, что я знаю, что будут проблемы, с которыми нам придется столкнуться И знаете ли, мы будем, мы справимся Это они? Да, это Шон Я сказал, что Шерил рассказала мне, когда она наконец решила, ну ты понимаешь, ладно, мы согласимся с этим Она сказала Шерил до того, как она стала актрисой, и даже когда она была начинающей актрисой, она зарабатывала на жизнь барменшей И еще она сказала, что собирается поехать на Багамы и изобрести новый сорт Маргариты, в котором есть все необходимое И это должно было стать ее решением Я очень практичный человек Все в порядке Ну что же, спасибо вам за то, что вы были хорошим парнем Шерил, я увидел вас в толпе Я не смог удержаться и притащил вас сюда Так что я ценю это Мне приятно, что меня признают И спасибо вам Спасибо вам, ребята, Илону и Дэвиду, за то, что вы принимаете гостей и делаете это А теперь я отойду на задний план Все в порядке Это нехорошо Все в порядке Мы выслушаем Келли Слейтер И у зрителей тоже есть пара вопросов, на которые я хотел бы ответить Но, Балджи, ты не хочешь задать вопрос? Конечно Ты меня слышишь? Да Хорошо, хорошо Мистер Кеннеди, я был впечатлен вашей осведомленностью по ряду вопросов, связанных с миром, гражданскими свободами CBC, биткоином На самом деле у меня есть только один вопрос Это относится к нашей финансовой системе Если вкратце, то сможете ли вы разобраться в девальвации казначейских и других государственных облигаций ФРС? Немного предыстории ФРС превратила казначейские облигации в новые токсичные отходы Серия непродуманных шагов превратила так называемый самый безопасный актив в мире в самый рискованный актив в мире и подготовила почву для второго финансового кризиса Стэнфорд оценивает потери по облигациям в триллионы долларов Далее говорит, что они распространяются далеко за пределы банков, на пенсионные фонды, страховые компании и другие учреждения Нио Рубини говорит, что большинство банков технически близки к банкротству, а сотни уже полностью неплатежеспособны The Guardian утверждает, что нереализованные убытки банков по выплатам по облигациям достаточно велики, чтобы представлять системный риск А Юра Мани утверждает, что казначейские облигации США больше не соответствуют стандартам, предъявляемым к высококачественным ликвидным активам Прямо сейчас этот кризис облигаций преуменьшается или возлагается вина на всех, кроме ФРС и казначейства Но по сути, казначейство продало активы в 2021 году Которые ФРС затем девальвировало в 2022 году, подорвав тем самым экономику США Балансовые отчеты бесчисленных банков и других финансовых учреждений Короче говоря, ФРС солгала, банки умерли Казначейские облигации — это новые токсичные отходы Западная финансовая система полностью разрушена и назревает второй мировой финансовый кризис Нет очевидных путей выхода из сложившейся ситуации, которые не включали бы печатание большого количества денег Так что хотя я признаю, что эта тема звучит несколько загадочно, точно так же, как, к сожалению, когда-то были ГДО для женщин Сможет ли он разобраться в девальвации казначейских облигаций и других государственных облигаций с помощью? Это факт И именно в этом заключается ваш вопрос Я бы хотел, чтобы вы не предваряли его словами о том, что я так хорошо разбираюсь в каждом вопросе Потому что мой единственный ответ такой Не могли бы вы, пожалуйста, стать моим министром финансов? Потому что вы мне нравитесь Если у вас есть решение, я хочу его услышать У меня не так уж много решений Я могу сказать вам, в чем, по моему мнению, заключается проблема Но мы можем обсудить это позже, если хотите Я бы с удовольствием Я могу показать вам все графики Мне бы это очень понравилось И я, вы знаете, я действительно испытываю глубокую и давнюю озабоченность по поводу того, что глубоко укоренилось в моей семье на протяжении многих поколений Просто по поводу неконтролируемого характера ФРС И вы знаете, что именно, и влияние ФРС Не только на мировой денежной массе, но и на демократии, и на личных свободах, и так далее И мой дядя пытался что-то с этим сделать По крайней мере, отделив денежную массу от базовой валюты, от золота и серебра И он, вы знаете, инициировал во время своего президентства создание золотых сертификатов и серебряных сертификатов Которые, по крайней мере, имели бы некоторую часть денежной массы, которая была, что им было нелегко манипулировать, потому что он был привязан к базовой валюте Но после выплаты его долга мы вернулись к полноценной валюте И в этом, знаете ли, я думаю, корень всех проблем, о которых вы сейчас говорите И я, вы знаете, у меня недостаточно высокий уровень образования, чтобы сидеть здесь и говорить вам, что у меня есть простой ответ на этот вопрос Я разговаривал со многими людьми и получил множество разных ответов о том, как вы решаете эту проблему Но никто не утверждает, что существует панацея Но вы знаете, мы вот-вот упремся в стену, и знаете ли, мы уже наблюдаем, как люди теряют веру в наш кредит и наша валюта И вы знаете, что доллару США сейчас угрожает потеря его статуса мировой резервной валюты Бразилия уже дала понять, что она переходит на китайскую валюту Саудовская Аравия, Аргентина, Пакистан и многие другие страны переходят на китайскую валюту И это будет такой шаг Соединенных Штатов, по сравнению с которым Великая Депрессия покажется легкой прогулкой И поэтому я знаю, я понимаю чрезвычайный характер попыток найти способ, который, как вы знаете, мог бы справиться с этим кризисом И я был бы рад поговорить с вами об этом, если у вас есть идеи или кто-нибудь, кто считает, что они могут помочь решить эту проблему Все в порядке Звучит заманчиво Мы могли бы посвятить целое шоу обсуждению этих проблем У нас осталось всего несколько минут, так что я хочу, я хочу двигаться дальше Спасибо вам, биологи, и я с удовольствием свяжусь с вами позже, чтобы вы могли еще немного поговорить об этом Бобби, у меня вопрос из толпы У нас появилось много вопросов по вопросу контроля над оружием Я думаю, что это одна из самых важных тем в ленте новостей Вот одно из них от пользователя OPEC King Он говорит, что мне нужно знать вашу подробную позицию и политику в отношении второй поправки, прежде чем вы получите мой голос Это, вероятно, единственное, что удерживает меня от голосования за вас Что вы скажете ему и другим людям по вопросу контроля над оружием? Моя позиция в отношении контроля над оружием заключается в том, что я не собираюсь отнимать у кого-либо то, что находится внутри Нет, я сторонник конституционного абсолютизма, и он, вы знаете, мы можем спорить о том, когда вторая поправка была предназначена для защиты богов Но этот спор теперь разрешен Верховным судом Суд, и у него есть очень, и Верховный суд, вы знаете, решение Антонины Скалия, это очень расширительное толкование права на владение оружием Но что еще более важно, я не встречаю никого, кто бы говорил вам об этом с помощью постепенных изменений или дополнительных законов в регулировании И, кстати, я хочу сказать вот что Двое членов моей семьи были убиты в результате насилия с применением огнестрельного оружия Так что, знаете, я понимаю, какое горе это причиняет многим американцам Это напрямую коснулось моей семьи И я знаю, как президент, что вы будете ожидать от меня, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы уменьшить насилие с применением огнестрельного оружия в этой стране Я думаю, что одним из инструментов, который был отобран у меня, является то, что мы отбираем у людей оружие Я не думаю, что сейчас это правильно, потому что это только поляризует нашу страну Я жил в сельской местности этой страны Я знаю, насколько интегрирована культура обращения с оружием в этих районах, и насколько это важно для них с точки зрения их отношения к Конституции Я также знаю, что мы живем в такое время, когда Конституция подвергается нападкам, а все остальные поправки принимаются беспрецедентным образом И как это будет воспринято людьми, которые твердо верят во вторую поправку, как часть систематического нападения на наш Билле правах И я не хочу вдаваться в эти дебаты Я хочу остановить перестрелки в школах И если дело дойдет до защиты школ, как мы защищаем авиакомпании, я сделаю это Я не хочу, чтобы в наших школах больше умирали дети Я также собираюсь очень внимательно изучить роль психиатрических препаратов в этих событиях И прямо сейчас нет хороших исследований по этому вопросу, которые должны были быть проведены много лет назад Потому что есть огромные косвенные доказательства того, что такие препараты, как СИОС, БЕНЗО и другие делают это Прямо сейчас в нашей стране происходит нечто такое, чего не происходит больше нигде в мире и никогда не случалось в истории человечества И вы должны взглянуть на некоторые из почти всех этих лекарств Если вы посмотрите на вкладыши их производителя, то увидите, что они содержат побочные эффекты, связанные с убийством и суицидальным поведением И до введения прозака у нас в стране почти не было ни одного из этих событий И мы никогда в истории человечества не видели, чтобы люди заходили в классную комнату с детьми или незнакомыми людьми и начинали стрелять в людей Есть и другие страны, у которых на душу населения приходится столько же оружия, сколько у населения Швейцария, последняя стрельба в школе произошла 21 год назад Мы выигрывали каждые 21 год, прошло несколько часов Единственное, в чем мы отличаемся от других стран мира, это количество психиатрических препаратов, которые принимают наши дети и наши люди И нам нужно обратить на это внимание И Национальный институт здравоохранения должен был сделать это много лет назад, но они этого не сделают И они будут препятствовать другим людям делать это, потому что они работают не на нас, а на фармацевтическую промышленность И это их главный центр прибыли И поэтому никто не хочет слышать ни о чем из этого Вы знаете, фармацевтическая компания не хочет слышать ни о чем подобном Проблема с СИОС, но я проведу эти исследования немедленно, как только вступлю в должность, и мы докопаемся до истины Что-то есть что-то, вы знаете, оружие, распространение оружия явно подстрекает к насилию, но любой, кто говорит вам, что они могут изъять достаточное количество оружия 50-х годов выпуска, чего угодно, немного повозившись на полях и дойдя до ситуации, подобной той, что сложилось в Западной Европе, тянет вас за собой Нога Этого не произойдет Сейчас нам нужно искать другие решения, и единственный способ в конечном итоге добиться контроля над оружием в этой стране, это достичь консенсуса И этот консенсус невозможен, когда мы все вцепляемся друг другу в глотки Нам нужно заверить общественность, людей, которые не уверены в Конституции, в том, что наша Конституция больше не находится под угрозой И никто не хочет приходить и отнимать у них оружие И это заставит людей сесть за стол переговоров и спросить, хорошо, как нам защитить наших детей И именно это я собираюсь попытаться сделать на посту президента Все в порядке Спасибо вам Давайте обратимся к Келли Слейтер Келли, это выглядит так, будто вы где-то катаетесь на скейтборде У вас есть вопрос к Бобби? Да Вы меня слышите? Да Да? Все в порядке Рад был с вами поговорить, Бобби Как у вас дела, сэр? Очень хорошо, Келли Спасибо, что позвонили Все в порядке Я ценю это Я думаю, что говорю от имени всех, когда говорю, что так приятно слышать, как вы говорите на все эти темы, например, о том, как протянуть руку через проход Было действительно приятно видеть Тулси здесь Она мой хороший друг Я знаю, через что ей пришлось пройти, когда она поехала в Сирию и поговорила с тамошним лидером Дома на нее за это обрушились с критикой Но что касается вашего замечания ранее, касающегося Китая, России и других стран, я имею в виду, что нам нужно вести диалог с этими людьми И я не понимаю, почему эта сцена такая плохая Это не значит, что вы согласны со мной Это значит, что вы просто пытаетесь найти решение, придумать какие-то решения Но мы все чаще видим это дома, в средствах массовой информации И как вы уже отмечали ранее, я думаю, что ситуация становится опасной, когда вы начинаете говорить о последствиях того, что крупные фармацевтические компании и другие компании находятся в сговоре со СМИ, а затем контролируют повествование, пытаясь уничтожить таких людей, как вы Есть несколько пугающих тем Так что я нахожу это действительно освежающим, слушать вас, слышать ту открытость, с которой вы говорите на все эти разные темы И я думаю, это возвращает меня к моему вопросу, потому что я рассматриваю вас чуть ли не как троянского коня в борьбе за прозрачность и честность И это действительно освежает в нынешней политической обстановке И мне кажется, что временами до сих пор, пока вы были там, они пытались свести вас к незначительным темам для обсуждения в средствах массовой информации И мне нравится слышать, как вы говорите обо всех этих других вещах, помимо того, что они сосредотачиваются на ваших стендах с вакцинами и подвергаете сомнению медицинские аспекты Но по мере того, как вы переходите ко всем этим другим темам, мы узнаем так много нового Поэтому мне просто интересно, как вы измените это повествование, чтобы люди могли услышать ваше более широкое послание и продолжать доносить его до них Потому что есть так много сложных вещей, но также и то, как вы говорите о них, действительно важно, вдохновляюще Большое вам спасибо, Келли И спасибо вам за ваше мужество во время, но, знаете, во время пандемии, вы действительно были одним из немногих людей в то время, когда спортсмены подвергались травле по всему миру Вы были одним из немногих, кто встал, и знаете, вы пришли и поговорили со мной на моем подкасте, когда буквально никто в мире не хотел со мной разговаривать Так что я никогда этого не забуду И я, вы знаете, я ваш большой поклонник, не только как спортсмена, это был один из моих любимых спортсменов Но и за ваше моральное мужество, и за ваш действительно нежный, милый подход к миру, вы знание и любящий подход к миру, который так вдохновляет Я, знаете, что у меня нет хорошей стратегии, кроме того, что я никогда не занимаюсь разработкой вакцин Вы знаете, я как бы молчал по всем этим вопросам в течение 18 лет И я чувствую, что у меня, знаете ли, очень много всего, что меня распирает от мыслей, которые люди, возможно, не захотят слышать Теперь мне больше никогда не нужно говорить о вакцинах, но если кто-нибудь спросит меня о вакцинах, я собираюсь рассказать им об этом Правду И очень часто люди спрашивают меня о них, а потом сразу же хотят заткнуть мне рот Потому что это все равно, что включить пожарный шланг А я, знаете ли, обладаю обширными знаниями в этой области Я много знаю об этом вопросе И поэтому я хотел бы, вы знаете, то, что я сказал бы также в целом прессе Если вы не хотите слышать от меня о вакцинах, не спрашивайте меня об этом Они И вы знаете, что вам никогда не придется меня слушать Но если вы спросите меня, то вам не следует затыкать мне рот, когда я отвечаю на ваш вопрос Но вы знаете, я думаю, что на самом деле у меня все очень хорошо получается, Келли И я могу говорить о некоторых из этих проблем, знаете ли, об Украине О цензуре, об экономике, об уничтожении американского среднего класса, о присвоении нашей внешней политики неоконсерваторами О присвоении нашей внутренней политики Уолл-стрит и, знаете ли, крупными корпоративными диктаторами, а также о захвате наших агентств отраслями, которые они должны регулировать И вы знаете, что сейчас, знаете ли, мы с Шерилл были поражены тем, насколько активно они занимаются этими вопросами Это действительно было, знаете ли, она сказала, что это было захватывающе И я думаю, что мы оба, знаете ли, взволнованы тем, что люди, кажется, вы внимательно слушаете и действительно заботитесь об этих проблемах Так что, надеюсь, так будет продолжаться и впредь И спасибо, что присоединились к нам, Келли Да, я ценю это И последнее, что я хотел сказать, это просто упомянуть, что я видел пару интервью, в которых люди действительно хотели бросить вам вызов Но не прислушивались к тому, что вы говорите И я считаю, что это действительно отличный шанс услышать такого рода сообщения в средствах массовой информации Но вы всегда добры ко мне и даете вдумчивые ответы И я ценю это, потому что думаю, что нам всем нужно больше этого Это отличный способ подойти к любому разговору с людьми, особенно с теми, с кем вы не согласны Так что большое спасибо Спасибо вам, Келли Это здорово Вот вопрос из толпы Давайте посмотрим здесь Таннер Би-22 спрашивает Будет ли ваша энергетическая политика продолжать разрушать наши ландшафты с помощью множества солнечных панелей и ветряных мельниц А француз из Техаса спрашивает вашу позицию по поводу бурения нефтяных и газовых скважин или нет? Ну что же, у меня нет простого ответа ни на один из этих вопросов Вы знаете, я думаю, как я уже сказал Я думаю, что мы не должны допускать, чтобы каждая энергетическая система, каждый генератор энергии должны были учитывать свои затраты И вот и есть такие случаи, как, например, я много лет боролся с офшорной ветроэнергетикой в Соединенных Штатах Я думаю, что офшорная ветроэнергетика имеет смысл в некоторых районах Северной Атлантики, в некоторых частях Европы Но в Соединенных Штатах у нас отличные условия для ветроэнергетики Береговой ветер, а у нас самый сильный береговой ветер, вероятно, где-либо в мире на любом континенте, за исключением Антарктиды И у нас есть большие экономические возможности и отличные места для этого, где это наносит минимальный ущерб окружающей среде Например, на многих кукурузных полях Северной Дакоты наблюдается огромный экономический бум для семейных фермеров в Северной Дакоте И потенциально, если у нас будет система электроснабжения, которая сможет получать эту энергию, мы сможем обеспечить большую часть нашей энергосистемы Вы знаете, я думаю, что в Монтане и Северной Дакоте, штат Техас, достаточно ветра, чтобы обеспечить 100% нашей энергосистемы Прямо сейчас люди, знаете ли, строят ветряные турбины в Атлантическом океане, используя высоко субсидируемую энергию ветра И мы наблюдаем эти убийства крупных китов, которые, по-видимому, связаны с этим И для меня это невыносимо, и это не то, что мы должны делать Так что я против этого Но вы знаете, что везде, где есть энергия, нет единого решения для энергетики Каждый из них подключен к определенному населенному пункту И вы должны измерить воздействие на этот населенный пункт, например, какой ущерб наносится окружающей среде на киловатт-час И эти затраты должны быть учтены, чтобы общественность могла затем сделать рациональный выбор, основанный на рыночных условиях, относительно того, какую энергию они хотят получить И вот как бы я к этому отнесся Все в порядке Спасибо вам Команда Бобби сообщила мне, что нам пора уходить Мы едем уже больше двух часов, и время пролетело незаметно Так что я благодарен всем, кто принял в этом участие Всем, кто все еще ждет возможности задать вопрос, мы просто не смогли связаться со всеми, но у нас будут другие возможности Я уверен, что в будущем мы продолжим в том же духе Бобби был очень доступен для подкастов и интервью, так что я уверен, что вы услышите от него гораздо больше И если вы хотите следить за его компанией, его команда говорит мне, что вы можете зайти на его веб-сайт, который называется 24.com И если вы хотите внести свой вклад, вы можете сделать это там или присоединиться к списку рассылки Итак, Кеннеди24, это наш веб-сайт Большое спасибо за участие, ребята Увидимся в следующий раз Дэвид, большое вам спасибо И еще раз спасибо вам Спасибо, ребята